Продолжение следует... Мы хотели мы снова провести вебинар на тему обзора аппаратных методик, нюансов их применения. Косметология имеется в виду неинвазивные методики, которые пришли в косметологию с физиотерапией. Сегодня я постараюсь уделить больше внимания каким-то узконаправленным нюансам применения, потому что у нас в принципе вебинар обзорный такой уже был, если не ошибаюсь, в 2017 году. Тоже в Ютубе можно посмотреть, если интересно. Попробую уделить больше времени именно каким-то, возможно, сомнительной информацией, которая относительно каждой из методик может присутствовать и вызывать какие-то сомнения, что как действует, что как работает, правильно ли применяются они, стоит ли вообще какие-то из этих методик применять при тех или иных состояниях для их коррекции. То есть попробуем немножечко глубже копнуть. Но, естественно, такие общие базовые принципы я тоже расскажу. Поговорим о методиках, которые связаны с ультразвуковым воздействием, с воздействием электрическим током, с воздействием электрическим током в радиолуновом диапазоне, лазерные методики. Естественно, каждая из них достойна отдельного вебинара, и у нас, в общем-то, практически по всем таковые имеются. Многие из них выложены в онлайн-доступе в Ютуб, тоже можно смотреть, подписываться на наш канал. Он очень информативный, очень много образовательного контента мы туда выкладываем, стараемся адекватную информацию предоставлять, которая основана все-таки на принципах доказательной медицины, доказательной косметологии. Я надеюсь, что меня хорошо слышно и видно. Начнем мы с проблем, которые, собственно, решает вообще косметология. Эстетическая чаще всего и аппаратная в том числе. Дальше поговорим уже о самих методиках конкретно. И я в конце дам протоколы базовые по проведению практически всех аппаратных процедур, с упоминанием, естественно, средств, которые оптимально для них использовать. И протокол дам для пролонгирования эффекта процедур всегда нам нужен. Адекватный домашний уход, соответственно, для проблемной кожи дам протокол и для, так сказать, беспроблемной, которая не отягощена, а кнея или розация. Значит, какие чаще всего встречающиеся проблемы мы сталкиваемся с чем? Это возрастные изменения, которые, собственно, уже, как понятно из названия, после определенного возрастного рубежа наступают, скажем так, 30-35+. Это различные виды морщин, как вимические, так и актинические, то есть вызванные Солнцем, так и статические вызванные действием притяжения Земли, то есть гравитации, то есть птоз, всякие проявления птоза, такие как нарушение овала лица, появление носогубных складок и так далее. Это могут быть нарушения пигментации, которые могут, в свою очередь, вызваны быть либо недостаточной защитой от ультрафиолета, либо какими-то внутренними патологиями, либо функциональными состояниями. Ну, самые такие распространенные варианты из внутренних патологий. Чаще всего патология щитовидной железы бывает, сопровождается гиперпигментацией, и из функциональных состояний – это беременность, да, мелазма, холазма, беременность. Дальше проблемы могут быть с сосудистыми какими-то нарушениями, то есть это купероз, это розация, эритоматозная стадия. Это могут быть проблемы дренажа, то есть лимфодренажа, то есть это отечность. Это нарушение барьерной функции, то есть гидролипидного барьера нашего защитного, то есть это может проявляться обезвоженностью кожи, ну, которую, собственно, может быть и ряд внутренних причин иметь. Но очень часто гиперкератоз, повышенное роговение эпидермиса, плюс изначально, например, сухой тип кожи с недостатком липидов, которые в норме помогают удерживать влагу на поверхности кожи, да, и в глубоких слоях влекут за собой обезвоженность. Плюс, естественно, агрессивные факторы внешней среды, которые к этой обезвожности приводят. Сейчас у нас зима, да, работают отобительные приборы, работают печки в машинах, и кожа практически у всех обезвожена. Поэтому нужно втройне уделять внимание именно увлажнению, в том числе интенсивному глубокому увлажнению кожи, то есть использованием, например, каких-то маломолекулярных форм гиалуроновой кислоты, способных глубоко проникать, каких-то окклюзионных компонентов, которые, не забивая поры, при этом создают дышащую пленочку на поверхности кожи. Ну, та же самая высокомолекулярная гиалуроновая кислота, хитозан и тому подобное. Вот, там, фукагель, вот такие вот ингредиенты. А вот уже вопросик, сейчас отвечу. Ну, и, как говорится, чтобы закончить по этому слайду уже, атоничная тусклая кожа вследствие сосудистых проблем ишемии, да, либо вследствие, например, какого-то образа жизни, да, курения, или вследствие гиперкератоза, который ведет тоже к тусклости кожи, но при этом достаточно легко с этим бороться. И последняя проблема, с которой к нам часто приходят, это проблемная кожа. Там могут быть различные проявления акне, акнеформных дерматозов, сиборея, да, розация по плопустулезной стадии, осложненная демодекозом акне или розация, ну, то есть, всякие варианты. Значит, вопрос поступил. Напоминайте нам о сочетании аппаратных с инъционами. Что может случиться? Да, конечно. По поводу контурной пластики могу сразу сказать, что аппаратные методики с контурной пластикой сочетаются не всегда. И если имеется в виду филлеры на основе гиалуроновой кислоты, в зоне воздействия, да, то есть, если вы откорректировали объем губ, да, вы можете спокойно работать по лицу, с губами ничего не случится. Вот если вы откорректировали, например, скуловую зону, то уже, естественно, любые стимулирующие методики, да, особенно ультразвук, да, который может разбить существующий нами искусственно созданный объем, да, к сожалению, эти методики лучше не использовать. Вот. И поэтому существует такое определенное правило, что 30-40 дней после установки филлера лучше с аппаратными методиками вообще, как говорится, не работать в зоне установки его, да, то есть на лице. Если же 30-40 дней прошло уже, то, в принципе, ряд методик таких, которые не воздействуют непосредственно разволокняющей, да, разбивающей, то есть, ну, грубо говоря, без использования ультразвука чаще всего, либо мощных каких-то воздействий электрическим током можно использовать, то есть микротоковую терапию, лазерную терапию, в принципе, можно использовать. Имеется в виду лазерную терапию, низкоэнергетическими лазерами. Вот, а уже такие сильно действующие методики с электрическим током связаны такие, как ионофорез, такие, как электропорация и фонофорез, то есть ультразвуковое воздействие, лучше все-таки в зоне установки филлера коррекции объема не использовать. Вот, что касается индиционных методик других, да, есть, например, методики, которые очень хорошо сочетаются с некоторыми аппаратными. Такой пример, как РФ-лифтинг, когда мы чередуем, да, то есть эту процедуру с, например, биоревитализацией, введением гиалуроновой кислоты в виде биоревитализанта. Здесь как раз, наоборот, усиливается эффект РФ, РФ, то есть радиоволнового радиочастотного воздействия, потому что мы искусственно наполняем дерму, да, увеличиваем там концентрацию гиалуроновой кислоты, соответственно, повышается сродство этой ткани к радиоволнам, и электрический ток в радиоволновом диапазоне оказывает более эффективное воздействие, да, то есть поэтому рекомендуется, например, РФ-лифтинг сочетать с биоревитализацией. В режиме сначала, например, делается процедура биоревитализации, через неделю делается первая процедура РФ-лифтинга, потом еще через неделю, например, делается опять процедура биоревитализации, потом еще через неделю или через две, ну, зависит уже от аппарата, делается процедура РФ-лифтинга, Ну и дальше, как говорится, можно продолжить курс процедуры рефлифтинга, если это требуется, потому что есть аппараты достаточно мощные, которые, допустим, 2, максимум 3 процедуры достаточно для всего курса. А есть аппараты менее мощные, для которых нужно 5-6 процедур, например, сделать. Вот, надеюсь, я на вопрос ответила. Что касается других методик, чтобы уж как бы с этим вопросом уже к нему не возвращаться, инъекционных, таких как мезотерапия, например, или постановка нити, там есть свои нюансы. То есть стимулирующие процедуры и ботулотоксин, разумеется. Если мы работаем с ботулотоксином, то любые стимулирующие, а физиотерапия вся является стимулирующей в общем и целом. К сожалению, в зоне воздействия ботулотоксина, если мы будем работать, особенно курсовую, а не единоразово, различными стимулирующими методиками любыми, конечно, стоять эффект держаться будет меньше. То есть нервно-мышечная проводимость быстрее восстановится. Если мы имеем в виду введение мезококтейлей каких-то, то там простое правило не вводить их непосредственно после проведения аппаратной методики, какой-либо процедуры, потому что просто все они практически в той или иной мере стимулируют кровообращение, и получится, что если мы в одну процедуру это сделаем, сначала, допустим, обработали кожу лазером или еще какую-то процедуру аппаратную провели, а потом проколем, то получим синяки. Потому что сосуды будут расширены в большей мере, чем до проведения аппаратной процедуры, и, соответственно, мы сможем вот это осложнение получить. И поэтому соблюдается правило, что мы делаем какой-то интервал, оставляем. То есть три дня до, три дня после – это такой как бы золотой стандарт. То есть мы можем делать аппаратные процедуры в сочетании с биоретализацией, но главное – не делать сразу после. Ну, сразу до тоже мы не можем делать в одну процедуру, потому что просто по поврежденной коже мы априори не можем работать с контактными методиками аппаратными. Что касается, соответственно, мезотерапии, понятно. Что касается нитей, то существует такое правило, что около трех месяцев, то есть два-три месяца, пока нить рассасывается стандартная из полидиоксанона, мы опять-таки с аппаратными методиками в зону введения этих нитей не лезем, потому что можем получить неравномерное образование фиброза. А нам, соответственно, когда мы устанавливаем нить, нужно, чтобы он образовывался равномерно. Потом нить рассасывается, фиброз остается. Поэтому через три месяца считается, что стандартная нить, например, из полидиоксанона, она уже полностью рассасывается, уже эффект полностью закреплен, и уже можно работать аппараткой. Вот такой, собственно, длинный получился ответ на вашу Ольгу вопрос. Значит, продолжим дальше. Что мы, собственно, эти проблемы как решать будем? Решать мы будем, если есть отеки, будем делать лимфодренаж, если есть гиперкератоз, будем усиливать обновляющую функцию кожи тем или иным способом, не обязательно аппаратным, можно химическим путем регулярно энзимные пилинги, например, та же самая наша энзимная пектиновая маска очень хорошо устраняет гиперкератоз, поэтому ей можно предварять любую процедуру уходовую в кабинете, а также использовать дома один-два раза в неделю и при обычной коже, и при проблемной. Очень рада вас всех видеть. Я слышу, позорять не буду, скажу, здороваться в протяжении семинара, чтобы просто не отвлекаться. Но я очень-очень рада, что вы к нам приходите снова и снова. Значит, какие еще варианты могут быть восстановления защитных влагоудерживающих свойств? Опять-таки здесь все форротические методики, когда мы вводим какие-то компоненты поглубже, которые, собственно, будут помогать нам вот эту влагоудерживающую функцию и наполнять влагой изнутри кожу, и, соответственно, восстанавливать гидролипидный барьер защитный наш. Кроме того, мы можем еще и восстанавливать ту часть гидролипидного защитного барьера, которая сейчас очень активно изучается. Это микрофлора, то есть микробиом, который сейчас даже предлагается расценивать. Это как отдельный слой нашего эпидермиса микробиотический. Для этого, кстати, у Гильтека вышла новинка очень интересная. Это сыворотка пробиоскин с про- и пребиотиками в составе. То есть там есть лизатые бактерии, бифидомолактобактерии, и есть пребиотики очень эффективные, такие как инулин, альфаглюкан и много других всяких интересных компонентов. Есть влагоудерживающие компоненты, фукогель, который будет и увлажнять, и, собственно, являться тоже создателем оптимальной среды для существования нашей нормальной микрофлоры. Ну, а пробиотики будут стимулировать рост нормальной микрофлоры, которая призвана вытеснять микрофлору патогенную, чтобы она там нам не мешала особо жить. Поэтому, кто еще не пробовал, рекомендую попробовать. Ну, и на этапах клинических испытаний очень интересный побочный эффект у этой сыворотки был обнаружен, такой как бы позитивный. Это лифтинг. Она дает очень хороший лифтинг, поэтому, в принципе, может в полной мере использоваться как антиэйдж препарат. Все испытуемые, которые, особенно возрастной категории, которые использовали, помимо устранения каких-то раздражений и так далее, и нормализации вообще реактивности кожи, все заметили, что она дает ей очень неплохой лифтинг. Так что имейте в виду. Так, по поводу сочетания пептидов с ультразвуком. Если есть информация. Смотрите, на самом деле такой прям достоверной информации я, честно говоря, даже в англоязычной и немецкоязычной литературе не находила, потому что, видимо, никто особо не изучал досконально, насколько разрушается или не разрушается, как действуют пептиды под воздействием ультразвука. Но я могу сказать, что по опыту, например, нашему, гель с БТА-эффектом наш, с аргирелином, он довольно-таки давно, он уже давно выпускается, мне кажется, что около 10 лет, и он уже давно используется в программах именно в сочетании с фонофорезом, например, и в сочетании в том числе с микротоковой терапией. И, в общем, достаточно хороший результат показывает, поэтому я, честно говоря, думаю, что аргирелин под, по крайней мере, воздействием ультразвука не разрушается в такой степени, чтобы донактивироваться. Но если вы боитесь, например, использовать пептидные препараты под аппаратные методики, особенно форетические, то лучше использовать тогда пептиды в качестве домашнего регулярного ухода. Вообще все они обладают накопительным эффектом. И те же самые миролаксанты, пептиды, да, и те же самые матрикины наподобие матриксила, как вот у нас тоже в новых наших препаратах, например, антиоксидантом коктейлей, это матрикс. И матриксил у нас в крем-сыворотке вокруг глаз. Кстати, с эффектом лифтинга есть очень-очень-очень хороший новый у нас вышел крем. Кто не знает, тоже опять-таки мы все очень довольны, что наконец-то у нас крем появился для глаз, а не только гель, который еще и очень эффективно оказался. И многофункциональный. Так вот, все они хорошо работают, когда их используют регулярно дома. И основное правило работы с пептидами – это наносить на очищенную кожу. Если это миролаксанты, то в основной массе своей лучше, чтобы перед ними не наносились, например, кислотные тоники. Если очень нужно нанести кислотный тоник, да, спасибо, то можно подождать хотя бы полчаса, а потом уже наносить пептидную сыворотку, потому что за эти полчаса уже 100% восстановится нормальный ПАЖ, который по-любому выше 4 будет. Если вы наносите сразу после пептидной сыворотки, например, тот же самый пектиновый гель, да, или какое-то кислое средство, то лучше этого не делать. Потому что считается, что оптимальный ПАЖ все-таки не ниже 4 должен быть для пептидов миролаксантов, для большинства их. Для матрикинов такой, в принципе, нет зависимости. Но они тоже при нормальном нейтральном ПАЖ, как правило, работают, да, поэтому слишком закислять или слишком защелачивать кожу не стоит, если мы работаем с пептидами. Кроме того, наносить надо их, как правило, они наносятся первыми. Ну, если, конечно, они не в составе крема, а в составе сыворотки. Если это не в составе крема, то можно, конечно, наносить и после, допустим, активной сыворотки. И так как у них достаточно выраженный у всех накопительный эффект, то оптимально, конечно, применение 2 раза в сутки, то есть с утром и вечером. Вот, кстати, по поводу крема вокруг глаз, да, я очень рада, что положительный уже отзыв. У нас тоже очень много положительных отзывов, потому что действительно очень удачный получился крем-сыворотка. Он даже больше крем, чем сыворотка, конечно. Крем-сыворотка – это больше такое маркетинговое название. На самом деле, это, конечно, хороший, полноценный, легкий крем для области вокруг глаз и век. Единственное, что надо понимать, что он достаточно хорошо лифтинкует, он содержит кофеин, который улучшает микроциркуляцию, он содержит, опять-таки, пептид матрикин, вот этот матриксил, морфомикс. И наносить его надо совсем чуть-чуть, чтобы он, опять-таки, какое-то ощущение пленки не создал и так далее. То есть вообще средство для глаз, для век, так как очень тонкая кожа, восприимчивая, надо носить совсем немножко. Поэтому маленького такого одного нажатия влечной с рисового зернышка, распределив между пальцами, достаточно для обеих зон вокруг глаз и век. И может под макияж, кстати, использовать. Но вернемся, как говорится, к нашей теме. Что мы можем делать, помимо увлажнения, восстановления защитных функций, мы можем воральнуть рельеф, снижать выраженность морщин. Это уже достигается методиками, как правило, может быть, не столь повреждающими, но уже некоторым образом деструктивно действующим на какие-то структуры кожи. В частности, например, стимулируя фибробласты дермы и разрушая параллельно, или не полностью разрушая, те же самые белки структурные, которые уже существуют. Значит, что мы можем сделать еще? Помимо всего прочего, мы можем стимулировать все функции всех клеток, всех тканей. То есть мы можем стимулировать обновляющую функцию воздействия на кератиноциты в базальном слое эпидермиса, то есть чтобы больше их молодых, например, рождалось. Можем стимулировать фибробласты на выработку коллагенной эластины, мы можем разновидность фибробластов гиалуронансинтазы тоже стимулировать на выработку эндогенной гиалуроновой кислоты. Мы можем работать с морщинами, опять-таки, да, то есть разглаживая кожу. То есть это все при помощи аппаратных методик, в общем, достижимо. Например, микротоковая терапия воздействует опосредованно на мимические мышцы, чуть позже расскажу, каким образом. И таким, собственно, мягким воздействием, не вызывая сокращение мышц, их можно приводить в нормотонус те мышцы, которые, например, в гипотонусе, повышать тонус миофибрил, а те, которые в гипертонусе, наоборот, приводить к релаксации, да, то есть расслаблять. Также мы можем работать с подкожно-жировой клетчаткой, опять-таки, условно-деструктивные такие, неинвазивные методы, как ультразвуковая кавитация, например, да, работает с подкожно-жировой клетчаткой, либо опосредованно за счет стимуляции кровообращения и лимфотока улучшения в дерме, либо в нижележащем слое, в мышечном слое. Когда мы улучшаем лимфоток и кровообращение в выше или ниже лежащих слоях, да, относительно гиподермы, то есть подкожно-жировой клетчатки, у нас улучшается состояние самой подкожно-жировой клетчатки и ускоряется липульс. Ну и работать с сосудами можем, да. Но с сосудами понятно, что удалить уже телеангиэктазии существующей мы можем только все-таки повреждающими методиками, такими как лазер высокоэнергетический или, например, если маленькая телеангиэктазия, сосудики небольшие, можно волосковым электродом сургитрона, да, то есть радиоволновым воздействием убрать. Вот. А терапевтические методики, они все работают на перспективу, да, на то, чтобы не образовывались новые телеангиэктазии, точно так же работают и антикуперозные средства. Топические, наружные, для того, чтобы улучшить тонус стенок сосудов, реологию крови, появление новых коллатералек, допустим, молодых здоровых сосудов в какой-то зоне, где они маленечко подразрушились. И, то есть, таким образом, выраженность купероза снижается, да. Но когда уже мы имеем телеангиэктазии, сосудистые звездочки, пятна, то, к сожалению, никакими наружными средствами, никакими физиотерапевтическими методиками радикально убрать их невозможно. Это надо понимать, чтобы наши пациенты не имели каких-то ложных надежд на наше воздействие, да, чтобы нам с завышенными ожиданиями не пришлось работать потом. Так вот, приступим к нашим методикам. Сегодня я попробую даже кое-что, может быть, визуально показать. Конечно, к сожалению, в рамках вебинара продемонстрируют процедуру нереально. Но хотя бы, чтобы визуально, а не только на словах, да, какие-то нюансы продемонстрировать, попробуем. Значит, основные аппаратные методики, они разделяются, ну, на мой взгляд, на три основные группы. Это форезы, это стимулирующие методики и так называемые условно-деструктивные методики, при помощи которых мы чего-нибудь разрушаем. Так вот, из физических факторов, которые, собственно, мы используем, вот, мы используем, сейчас что-то у меня тут, вот, вернулось все. Мы используем либо ультразвук, как физический фактор, да, либо электрический ток, либо низкоэнергетический лазер, тот фактор, который не является естественным, природным, да, изобретен человеком. И мы можем использовать, например, помимо ультразвука, электрического тока, низкоэнергетического лазера, механические какие-то воздействия, да, то есть вакуум, например, вакуумный, вакуумно-роликовый массаж и так далее, это уже какое-то механическое воздействие. На самом деле фонофорез, да, ультразвук, это тоже своего рода механическое воздействие, колебаниями звуковой волны, которую наше человеческое ухо не воспринимает. Вот, но, собственно, как бы по, например, глубине воздействия, по, например, силе воздействия, они все, конечно же, отличаются, да, имеют свои определенные параметры и имеют свои нюансы применения, поэтому и существует масса каких-то не совсем, скажем так, верной информации, которая порой витает вокруг той или иной методики, которая порой даже может полностью нивелировать ее эффективность и при неправильном применении, например, той же самой микротоковой терапии или при неправильном применении ультразвука у нас не будет ни эффекта, ни, главное, еще и не навредить что-то. Значит, к форетическим методикам, то есть форезам, от греческого слова форо-перенос, относятся те методики, при помощи которых мы можем окно проводимости кожи немножечко расширить, воспользоваться путями наименьшего сопротивления, то есть протолкнуть в глубокие слои кожи какие-то компоненты, которые имеют небольшую величину молекулы или имеют какие-то энхансеры в составе, то есть, например, липосомы или липосомальные комплексы, достаточно глубоко, то есть на уровень базальной мембраны эпидермиса, на уровень дермы даже частично. И, как правило, вот эти пути наименьшего сопротивления – это выводные протоки сальных потовых желез, волосыные фолликулы. Есть еще пути черезклеточные или межклеточные, но, например, стандартный тот же самый ультразвук или низкоэнергетический лазер, как правило, эти пути не задействуют, это уже удел, как правило, электропорации. Электропорации попозже скажу о ней. Так вот, к форезам относятся, с использованием ультразвука это будет ультрафонофорез, иногда его сокращенно называют фонофорез, но правильнее, конечно, назвать ультрафонофорез, потому что используется ультразвук, а не просто звук. Ионофорез – это использование постоянного тока. Естественно, постоянный ток уже требует поляризованных растворов, которые могут диссоциировать на ионы, и мы имеем плюс и минус, так называемый, то есть положительный и отрицательный электрод, и ток постоянно всегда течет в одном направлении, поэтому с учетом тока, течения этих ионов, мы должны понимать, какой у нас электрод будет активный, какой пассивный. Сейчас чуть позже поподробнее об этом расскажу. Электропорация – это тоже разновидность фореза, в которой используется ток уже переменный, который не требует плюса и минуса, так называемого, потому что ток дрейфует постоянно в разных направлениях, плюс он еще различно имеет конфигурации, импульсы постоянно меняются, и вот эта сложная форма тока как раз обладает более выраженной форезической активностью, чем, например, стандартный ионофорез, которым еще не все препараты можно ввести. Плюс электропорация дополнительно еще по типу миостимуляции немножечко воздействует на мышцы мимические, на сосуды воздействует уже таким путем, ну, за счет, может быть, даже раздражающего такого эффекта, и таким образом немножечко больше дает, естественно, чем обычные форезы, эффект лифтинга и эффект улучшения освежения тона кожи. Лазерофорез тоже относится, с одной стороны, к форезам, а с другой стороны, к стимулирующим процедурам, потому что в равной мере обладает и форетической функцией, то есть способностью проталкивать некоторые вещества, не все, конечно, в глубокие слои кожи. Для лазерофореза, на самом деле, достаточно мало изучено препаратов, которые не разрушаются сами под лазером и, со своей стороны, не препятствуют проникновению лазерного луча. Вот, то есть здесь как раз, если взять физиотерапевтические справочники, то вы обнаружите совсем чуть-чуть этих препаратов, к ним относится как раз чистая гиалуроновая кислота, поэтому золотым стандартом для лазерной биоритализации является наш гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой 2%. Кроме того, можно под лазер использовать препарат, который разрушает гиалуроновую кислоту, это гиалуронидаза препарата, лангидаза, можно использовать гепарин, можно использовать гель-контрактобис, гель-метронидазол, то есть еще несколько препаратов, которые нам не особо в косметологии нужны, которые можно, собственно, непосредственно под манипулу использовать контактно, проводя процедуру лазерной терапии. Вот, остальные же всякие активные сыворотки, активные препараты, которые не имеют доказательной базы именно, что с ними ничего не произойдет, и лучше они, как говорится, не будут отражать, лучше использовать методом отсроченного фотофореза, то есть сначала сделать лазерную терапию, пусть даже по сухой коже, без всяких вообще контактных средств, для прохождения лазерного луча контактная среда не нужна, в отличие от фотофореза и от электрометодик. А потом уже в течение 3-5 минут после проведения самого сеанса лазерной терапии эту активную сыворотку какую-нибудь, например, актив лифтинг наш, или миорелакс нанести на кожу и для верности зафиксировать, например, альгинатной маской. Тогда у нас пенетрация этих активных ингредиентов будет гораздо выше, чем если бы мы просто нанесли вне связи с лазерной терапией, например, и эффект будет лучше. Так вот, форетические, понятно, помогают нам внедрить что-то поглубже. А что делать стимулирующие методики? Стимулирующие методики, такие как микротоковая терапия, электрометодистимуляция, рефлифтинг, это как раз то, что связано с электрическим током, лазерная терапия, низкоэнергетические лазеры и механовакуумные методики, они стимулируют те или иные функции или как-то меняют состояние тканей наших, кожи, подкожно-жировой клетчатки, либо, например, мышц, для того, чтобы улучшить их состояние или состояние вышлежащих тканей. Когда мы, например, проводим электрометодистимуляцию, мы стимулируем, например, липолиз жиров подкожно-жировой клетчатки, мы улучшаем кровоснабжение в зоне, как говорится, воздействия, и у нас сама кожа, например, на поверхности улучшается. Понятно, что по аналогии можно вспомнить те же самые спортсменов, и вряд ли там активно действующий спортсмен будет иметь рыхлую подкожно-жировую клетчатку, целлюлит и так далее. То есть если развиты мышцы, постоянно они работают, то и состояние кожи более-менее приемлемое, гладкое, и жира лишнего, как правило, нет. Вот это, собственно, и показывает то, насколько важно, чтобы подлежащие слои функционировали хорошо, и хорошо кровоснабжались, получали питательные вещества. Тогда у нас и поверхность кожи будет улучшаться. Очень большинство методик, как говорится, на этом основаны, не только электромиостимуляция. И, кстати, электромиостимуляцию, например, в области лица, я, например, не сторонник использовать курсами или вообще часто ее использовать, потому что нам незачем качать мышцы на лице. Очень мало мышц на лице вообще требует какого-то такого воздействия, которое их накачивает. То есть не нужно нам их увеличивать в объеме, потому что притяжение земли, как говорится, как существовало, так и будет существовать. И все это увеличенное в объеме поползет рано или поздно вниз без поддерживающих процедур. Поэтому для, например, мимических мышц оптимально воздействие под пороговыми значениями тока, то есть более деликатное, более мягкое, более физиологичное, это микротоковая терапия. Вот лазерная терапия, она как раз работает про микротоки. Вопрос. Так, манипулы или перчатки, кроме площади воздействия, есть ли еще разница? Да, очень хороший вопрос. Вот у меня здесь стоит аппарат Мустанг, вся Мэлт рядом со мной, и у него вот такие манипулы. Естественно, разница есть, во-первых, в удобстве использования, потому что мы, например, захватить маленькую тоненькую мышцу, чтобы ее простимулировать, леватор, который поднимает верхнюю губу и крыло носа, перчатками вообще практически нереально. Вот, соответственно, манипулами такими, с ватными палочками на концах, мы захватим более адекватно. Это что касается именно самой техники. То есть по лицу работать удобнее лобильными электродами, не перчатками. По телу, если мы микротоковый лимфодренаж делаем, то работаем перчатками. Еще какая разница, да? Даже между лобильными электродами есть некоторая разница. Я читала американские всякие исследования на тему сравнения манипул с ватными палочками, так называемыми типсами, и манипул с наконечниками металлическими. И они утверждают, что более оптимально. Ну, естественно, понятно, что палочки одноразовые, наконечники нет, да? Тоже такой нюанс. Это, конечно, всегда, то, что одноразовое, это всегда плюс. Но так как постоянно влажная палочка, нет риска, что, допустим, где-то подсохнет какой-то участок и ток уже будет неадекватно проходить, а ток очень слабой силы, да? Такое, что пациент практически не чувствует. То есть мы не отследим, перестал он проходить или нет. А в случае ватных палочек такого риска практически нет, потому что они постоянно влажные. И глубина проникновения, соответственно, электрического вот этого импульса зарегистрирована, согласно этим исследованиям, глубже в случае использования ватной палочки. Что касается сравнения, например, лоббильных электродов и перчаток, тут еще существует момент такой немножко экономического плана и момент технического плана удобства использования тоже. Потому что помимо того, что мы маленькие мышцы, например, не зажмем этими перчатками адекватно, чтобы у нас ток хорошо проходил, эти перчатки должны быть очень-очень влажные. То есть фактически с них должна течь вода. И работая на лице, вот это все течет. Это просто не очень комфортно. Может быть и для пациента, и не очень удобно для самого специалиста. Что касается экономического момента, перчатки все-таки стоят достаточно недешево. То есть один комплект перчаток, я не знаю, сейчас на рынке от 5 до 7 тысяч стоит. Может где-то есть, конечно, и дешевле, но официальные продажи не с какого-нибудь Алиэкспресса с непонятным результатом, они будут стоить около 100 долларов. И поэтому, естественно, так как они, если используются довольно-таки часто, вот это только проводящая нить, естественно, она разрушается, разрушается постепенно. Более того, во-первых, мы не всегда можем отследить, что она где-то там разрушилась. Опять-таки, можем получить уменьшение результативности за счет того, что пациент особо ничего не чувствует, да, и где там проходит, то, где не проходит, вряд ли мы сможем зафиксировать в случае перчаток. Вот. И второй момент, если их правильно, адекватно дезинфицировать, а мы их должны замачивать в антисептике после каждого пациента, разумеется, потом мыть, просушивать. Выходят они из строя где-то при большой нагрузке на кабинет месяца через три, ну, или там месяцев через шесть, если там не слишком часто используются. Но максимум год они прослужат, и их потом надо менять. Вот. И адекватно как бы замена это полгода. И каждый раз, соответственно, у вас несколько комплектов этих перчаток, каждые полгода у вас, значит, расходы. Вот, собственно, и разница между перчатками и лоббильными электродами. Нет разницы между электродами с двумя палочками. С одной очень часто спрашивают, сразу об этом скажу, да, то есть предваряя какие-то вопросы. И еще один миф, сразу раз уже об этом заговорили, попробую развеять. Иногда продавцы аппаратов всяких подобных пытаются убедить покупателя, надеясь на его некоторое невежество, что только их палочки с, допустим, каким-то деревянным или картонным основанием можно использовать для этой процедуры. Наверняка слышали такое. На самом деле, это все, конечно, мягко выражаясь, развод, потому что мы берем обычную, самые дешевые палочки. Главное, чтобы они просто по толщине подходили, это уже опытным путем, как говорится, смотрите под ваш аппарат, какие палочки лучше подходят, и чтобы они были хорошие, но не самые дешевые в плане намотки, потому что, когда мы постоянно макаем в тоник, постоянно какие-то манипуляции проводим, то палочка разволокняется, махрится, и может уже через нее вот эта пластиковая сама палка царапать кожу. И чем лучше собственно сама намотка этой ватной головочки, тем дольше вы сможете один комплект палочек использовать в течение процедуры, и не факт, что поцарапаете больного, пациента имеется в виду. Вы берете эту палочку, надвое ее разрезаете и вставляете в аппарат наш. Старость, не радость, вижу плохо. Вставляем. И самое главное, неважно из чего состоит основание этой палочки, главное, чтобы головка касалась металла, то есть влажная головка этой палочки должна касаться металла. Все, это основное условие, чтобы ток у нас проходил. Главное, чтобы они не торчали вот так вот. То есть они должны полностью быть утоплены. Одна будет она или две, это не важно. И постоянно мы 2-3 манипуляции сделали, макнули в тоник для того, чтобы они были влажные. Это что касается использования палочек. Вопрос еще поступил, какие мышцы можно стимулировать. На самом деле мышцы на лице, которые вообще можно стимулировать, это мышцы в основном средней трети. То есть это скуловые, большая и малая, это мышцы элеваторы, то есть поднимающие верхнюю губу, поднимающие верхнюю губу и крыло носа, поднимающие уголочек рта. И в принципе больше мы ничего на лице не стимулируем. еще есть такие немножечко сомнительные мышцы, которые у одних пациентов может стоить постимулировать, а других не стоит. Это мышца смеха, которую не всегда нужно стимулировать, потому что у некоторых бывает она не в нормотонусе, а наоборот в гипертонусе. И помимо носогубной складки возникает, особенно у мужчин, это иногда встречается такая дополнительная еще складочка в области ямочки. И здесь нам как раз мускулес резориус нужно наоборот расслаблять. И тоже немножечко сомнительное воздействие рекомендующееся по классической методике микротоковой терапии это воздействие на щечную мышцу, которая вот так у нас расположена глубоко и на жевательную. Соответственно букалис и масетер в оригинальной методике по идее она стимулируется, потому что подтягивается овал лица. Но если у некоторых людей бывает такая ситуация, что мускулес масетер жевательная мышца в напряжении, то есть они сжимают зубы или патологическое какое-то сжатие зубов у них происходит, это их беспокоит. И мышца все время в гипертонусе уже, то есть нам наоборот ее расслаблять нужно. Иногда даже ботулинотерапия лечится. Конечно тогда мы не будем стимулировать жевательную мышцу. Щечная мышца, которая в основном в норме участвует в надувании щек, а надуваем им их не так часто. Если только не у нас маленькие дети и мы надуваем на весь детский шарик или являемся музыкантом-духовиком, к сожалению, щечная мышца у нас тоже может быть атоничной и как раз она тоже влияет на овал. Поэтому щечную мышцу мы стимулируем, как правило, в классической методике, без всяких сомнений. А больше мышц подлежащих стимуляции на лице нет. Все остальные мышцы, начиная от платизма, заканчивая лобной мышцей фронтализом, мы должны расслаблять. И микротоки это умеют. Мы об этом сейчас чуть позже еще поговорим. По поводу стимулирующих понятно. То есть те, которые либо мышцы стимулируют, либо дерму стимулируют, либо сосуды стимулируют и так далее и тому подобное. Либо лимфу гоняют. То есть все, что они делают, они делают с тканями и структурами нашими, но не вводят ничего параллельно очень активно в кожу. Тоже вопрос поступил. Как улучшить рост бороды? Что из методик можно применить? Есть ли средства, которые могли помочь с этим вопросом? Смотрите, на самом деле, конечно, по поводу роста бороды это вопрос такой сложный, потому что интенсивность роста самой бороды у мужчин, она во многом зависит от гормонального фона, то есть насколько у них регулируется это гормонами, да, и не все мужчины имеют густую хорошую бороду от природы, да, и так же самое, как не все мужчины имеют густую хорошую шевелюру и женщины, к сожалению, а кто-то лысеет уже в 20 лет. Вот это все зависит от гормонов от мужских и от того, как они вырабатываются, да, поэтому уместно улучшить рост волос, да, на лице или на голове, да, нам, например, женщинам на лице не нужны волосы, да, на голове очень даже нужны, можно использовать те методики, которые улучшают приток крови, усиливают к волосяному фолликулу в данной зоне, да, самый, самый такой распространенный вариант это дарсонвализация, да, то есть дарсонваль, опять-таки, конечно, не нужно перебарщивать с этим, не нужно использовать постоянно, долго, много и так далее, но курсами, например, как для женщин рекомендуется, например, курсы при помощи расчески в дарсонвале, да, у меня, кстати, где-то даже ролик есть на ютубе, влог на эту тему, рекомендуется до, там, 25, даже 30 процедур на курс, потом делается перерыв, если, естественно, используется дарсонваль на лице, то у женщин, конечно, надо с очень большой осторожностью к этому подходить, потому что может как раз рост нежелательных пушковых волос простимулироваться, а нам это не надо, поэтому лучше у женщин на лице дарсонваль использовать, ну, в основном только в программах чисток для дезинфекции поля воздействия, для стимулирующего воздействия, чтобы у нас быстрее, там, допустим, заживали какие-то повреждения после чистки, пристрелить экстрагированный пустулезный элемент, условно говоря, но не использовать постоянное какое-то воздействие, как многие делают, купив этот прибор, и не имея медицинского, например, косметического, какого-то косметологического образования, ну, не знают, чем это чревато, и думают, что морщины пропадут, к сожалению, морщины, скорее всего, не пропадут, а волосы лишь не появятся. А у мужчин, соответственно, мы можем использовать в области, где им нужно. И есть шанс, что улучшив состояние волосяных фолликулов, мы получим более интенсивный рост этой бороды. Если же волосяных фолликулов мало изначально, плюс гормональная регуляция не работает, и рецепторы в области волосяных фолликулов тоже не работают или отсутствуют, то, что бы мы ни делали, конечно, не получим густой бороды, если генетически она не заложена у данного индивида. Но попробовать можно. Из препаратов, что можно применить, вводить, опять-таки, все стимулирующие кровоток, то есть даже антикуперозный гель можно использовать. Можно использовать лосьонка Цитрат Нео и гель для сухой нормальной кожи Нео, которые тоже улучшают кровообращение хорошо. И, в принципе, по составам и все. Поэтому, наверное, вот так я на этот вопрос отвечу. Все, что может улучшить кровоток, приток крови и питательных веществ колосового фолликула, все, соответственно, может простимулировать рост волос. Переходим к третьей категории, это условно-деструктивные, методики, они могут использовать те же физические факторы, то есть это ультразвуковый пилинг, например, или ультразвуковая кавитация, которые используют ультразвук, то есть по своей природе являются ультразвуковыми, но разные его параметры. Гальваническая дезинкрустация, это постоянный ток, тот же самый, который используется при ионах арези. Пожалуйста, всегда, всегда, пожалуйста. А микродовообразие и фракционные лазерные методики, это уже даже не условно-деструктивные, а уже повреждающие методики. Вот. И, например, та же самая микродовообразие, алмазное довообразие, ну, сейчас, к сожалению, точнее, к счастью, методика эта используется реже и реже, потому что непредсказуемый ее результат по осложнениям, да, особенно если не очень качественно выполнено или не очень качественно вот эти вот сами абразивные фрезы, вот, потому что существуют лазерные методики, которые более эффективно выполняют ту же функцию. Другое дело, что где-то там в отдаленных регионах может быть действительно микродовообразие еще существует алмазное по той простой причине, что лазерные методики, они всегда дороги, да, для пациента, а микродовообразия нет, поэтому до сих пор шлифуют еще вручную, можно так сказать. Значит, ну, теперь поговорим о методиках по отдельности. Ультразвук. Ультразвук это колебание воздуха, так, подскажите, при появлении не поняла чего. напишите еще раз слово, я не поняла, что при появлении. Вы имеете в виду мешки малярные? Ага, я поняла, да, я поняла теперь уже. При малярных мешках, я поняла, поняла уже. Малярные мешочки это вот грыжи в этой области, которые, которые, в общем-то, имеют анатомическую природу, да, и удалить их при помощи неинвазивных методик практически нереально, сразу могу сказать, потому что это анатомический дефект. Другое дело, что уменьшить их выраженность можно всеми методиками, которые убирают лишнюю воду, то есть, которые имеют дренажную функцию. То есть, те же самые микротоки, те же самые массажные, какие-то, ручной тот же самый массаж лимфодренажный, гемолимфодренажный. Можно немножечко убрать выраженность при помощи ультразвука, то есть, это делается фоно-форес параллельно воздействие самого ультразвука, тоже немножечко дренажит эту зону. Но главным образом самые и лазерная терапия тоже обладает дренажным эффектом. Имеется в виду низкоэнергетические лазеры. Но если эти мешочки выражены, особенно если они появились как бы достаточно рано, ну, практически еще в детстве уже видно, что они вот есть и сформируются, вот, то, увы, это только при помощи скальпеля хирурга можно их убрать. Вот. Но убирать отечность лишнюю, которая усугубляет их, можно. И даже банальный самомассаж пациента ежедневный, утром и вечером, грубо говоря, если не забывает, делает хотя бы по пять минут, разгружает. Ну, где-то у меня есть на Ютубе, кстати, про лимфатическую систему, влог, маленький выпуск, просто сейчас я не буду долго уделять внимание. Внимание, можно просто посмотреть, как продренажить область головы и шеи, да, и это будет тоже помогать тому, чтобы они были не так выражены, да, то есть нужно обязательно прокачивать региональные лимфоузлы, потом делать движения лимфодренажные, которые дренируют область головы и шеи, да, в том числе глаза, да, область вокруг глаз у нас, вот так вот коллекторы лимфатические идут, вот, и таким образом, если регулярно это делать, хотя бы нанося косметические средства по утрам и вечерам, будет меньше выражены вот эти вот малярные мешки за счет того, что там меньше жидкости будет в них находиться, а так в них находится жир на самом деле, поэтому здесь, как говорится, только неинвазивными только мы не справимся. Значит, по поводу ультразвука. Значит, ультразвук у нас в трех ипостасях используется чаще всего, да, это ультразвуковый пилинг, методика условно-деструктивная, которая разрушает роговое слое эпидермиса, частично, да, убирая роговевшие мертвые кератиноциты, которые нам уже не нужны, которые создают тусклый цвет кожи, которые мешают проникновению активных веществ, которые мы наносим на кожу, которые мешают, как говорится, нарушают эластичность кожи, которые нарушают влагодерживающую функцию, если их много, да, поэтому ультразвуковый пилинг мы используем в программах чисток, да, в программах чисток, либо в программах подготовки кожи к какому-то интенсивному воздействию дальнейшему, да, в рамках предухода к каким-либо аппаратным или безаппаратным процедурам. Фуэнофорез это уже форетическая методика, то есть мы внедряем активные компоненты из косметических или лекарственных средств поглубже в кожу, и там они уже согласно своим физико-химическим свойствам распределяются. Используются различные параметры. А ультразвуковая кавитация это уже деструктивная методика, которая разрушает жировые клетки непосредственно, откуда выводится жир, который потом выводится через печень скалом, да, и таким образом мы уменьшаем количество жира, например, в жировых ловушках. Какие нюансы у этих процедур есть? Значит, ультразвуковый пилинг наиболее обросший мифами методика. Значит, я специально заготовила лопаточку. У меня здесь стоит аппарат аллепраговский ультразвуковой. И, соответственно, что мы этой лопаткой можем сделать? Лопаткой мы можем только убрать гиперкератоз. Почему? Потому что параметры ультразвука у ультразвуковой лопаточки это 26, 24, 27, 28 кГц чаще всего. То есть, от 24 до 28 кГц. И такой ультразвук на самом деле имеет, он достаточно мощный. Чем меньше частота ультразвука, надо запомнить, тем глубже его сила проникновения, его глубина проникновения тем больше. То есть, по идее, если мы возьмем манипулу с те же самые 27 кГц частотой с ультразвуком, то глубина проникновения его при правильном расположении манипулы будет порядка 10-15 сантиметров. Соответственно, работая на лице, нам такая глубина вообще не нужна. А почему же, как же используется манипула ультразвуковая скрабер? Я об этом всегда рассказываю на всех семинарах и сколько бы, как говорится, я их не проводила, всегда найдутся люди, которые еще верят в то, что можно перевернуть манипулу и сделать ей фонофорез. К сожалению, я вынуждена всегда этих людей разочаровать, потому что здесь все на самом деле достаточно просто. И если бы мы, например, могли действительно такой манипулой сделать фонофорез, то есть на глубину 15 сантиметров этот ультразвук распределить в области головы, то, наверное, наши пациенты ходили бы с разрушенными мозгами или вообще не ходили бы. Но на самом деле наши пациенты еще ходят с мозгами, даже если переворачивали лопатку и делали фонофорез якобы на таких параметрах ультразвука только благодаря тому, что этот ультразвук естественно никуда в мозг и глубоко не попадал, потому что конструкция лопатки, к счастью, не позволяет поставить ее строго перпендикулярно, расположить источник ультразвука под 90 градусов к поверхности кожи для того, чтобы ультразвук распространялся внутрь нее. Лопатку, как ее не переворачиваем, мы все равно можем поставить только так под 45 градусов для того, чтобы у нас ультразвук, угол падения, угол отражения шел поперечно. То есть, я подробно об этом рассказывала в предыдущем семинаре на эту тему, но еще раз повторю на всякий случай. То есть, когда мы располагаем лопатку под 45 градусов, ультразвук идет не внутрь кожи, а бежит по поверхности, образует так называемую поперечную волну. И эта поперечная волна отбивает от поверхности кожи вот эти вот предварительно разрыхленные, например, дезинкрустирующим гелем чешуйки эпидермиса, которые нам, собственно, надо с этой кожи равномерно удалить. Таким образом, как бы мы не переворачивали, мы фонофорез все равно, слава Богу, не получим, потому что на таких параметрах это было бы очень разрушительное воздействие. А для того, чтобы нам ввести что-то, что-либо в кожу, то мы должны взять уже манипулу от другого совершенно аппарата, то есть, ну, они бывают и два в одном, конечно, у меня просто по отдельности они, вот эти вот аппараты. Мы берем уже манипулу вот такой формы, вот, и она бывает поменьше с таким носиком, но тоже все равно плоским вот таким вот концом для обработки труднодоступных зон, да, каких-то более деликатных. А в основном они выглядят вот так, могут с ручкой быть, могут без ручки быть, но сам факт, что чтобы нам ультразвук направить вглубь кожи, нам нужно поставить источник ультразвука строго перпендикулярно. Даже во многих аппаратах, которые используются в больнице физиотерапии, существует такая, ну, как бы, защита от дурака, да, можно так назвать, существуют датчики в манипулах, ну, в более таком дорогом оборудовании, которые вот этот угол измеряют, да, то есть, если медсестра отвлеклась и вот так вот, как бы, как-то наклонила ее манипулу, он начинает пищать, сбрасывать время и, в общем, не дает ей халтурить. Вот, потому что мы должны работать строго перпендикулярно поверхности кожи, обязательно по гелю, да, скажу сейчас, отвечу на вопрос, вот, и, собственно, тогда у нас действительно будет внедряться и сам ультразвук, и те компоненты, которые мы под нее нанесли. Обязательное условие для ультразвуковых методик это использование геля или контактного, или уже обогащенного активными компонентами, то есть, гельтековские все средства, например, они специально предназначены для того, чтобы их можно было использовать с ультразвуковыми методиками форетическими, то есть, здесь уже мы их подбираем по показаниям, атоничная, тусклая кожа, берем, пожалуйста, гели с венотониками, со стимуляторами, там, с липосомальным дегидрокриацетином, антивзрастной гель Нео, гель сухой нормальной кожи Нео, берем антикуперозный гель, особенно, если купероз, кстати, при куперозе нельзя, не рекомендуется использовать электрометодики, а вот ультразвук или лазерную терапию очень даже хорошо вводить, и, соответственно, если жирная кожа, берем гель для жирной кожи с себорегуляторами, если обезвоженная кожа, берем гель концентрации низкомолекулярной гиалурной кислотой, все-все они подходят под фонфорез, отвечая на вопрос, Виктория, какие аппараты, могу сказать, что аппараты на самом деле много, на которых я работаю, но у меня в данном случае в кабинете LVPRAC стоят три, вот я вам специальных выставила сюда, аппаратика, тут два ультразвуковых и один электропорация, вот, это моно-варианты, там у них много, на самом деле, это чешско-украинский концерт, который делает такого, скажем, хорошего уровня аппараты, ну, в эконом-сегменте, то есть достаточно бюджетные по цене они, и их можно, как вот такие маленькие, да, монофункциональные покупать, что очень удобно, и они все соединяются сзади, да-да-да-да-да, вот, LVPRAC, в принципе, да, для таких вот кабинетов можно использовать, потому что они достаточно бюджетные, вот, достаточно качественные по, так сказать, своему, по техническим, да, характеристикам соответствуют, и у них в России появилось уже сервисное обслуживание и официальный дистрибьютор, потому что я с ними в основном сталкивалась еще с тех пор, когда с Прибалтикой, вот у нас дистрибьютор в Прибалтике является дистрибьютором Малвипрага уже давно, и я когда туда езжу, там, на выставки и так далее, с ними работать, я все время на этих аппаратах там работала, поэтому, в принципе, достаточно много их, так сказать, пощупала, не только те, которые у меня в кабинете стоят, и у них довольно надежное качество, да, а как бы в сравнении с приблизительно похожими по цене китайскими аналогами, да, ну, конечно, они лучше, вот, естественно, аппараты есть более высоких ценовых категорий, ну, например, ультразвук 3-мегагерцовый и здесь, и в том же самом дорогом каком-нибудь более высокого класса, да, будет, и, в общем, разницы особо нет, да, как бы, но, например, тот же, те же самые аппараты рефлифтинга, даже у самого Випрага у них есть разные, есть, например, со встроенным датчиком, это уже лучше, да, PX-серия, да, 3000-ая, у меня тоже аппарат в работе был, ну, и бывает периодически, вот, датчика и немножечко менее мощный, как бы, уже даже среди одной фирмы можно выбрать, скажем так, более такой оптимальный вариант, но, естественно, тот, который с датчиком, он дороже, вот, еще, соответственно, у меня аппарат здесь, вот, не знаю, будет вам видно или нет, попробую его поднять, одни из моих любимых, как раз, что касается электрометодик, вот, я, конечно, люблю мустанги, вот, то есть, гальваника, микротоковый терапин, микротоковый терапия, то есть, ионофорез, гальваническая цинкрутация, микротоки, я делаю на мустанге физиомелте, очень адекватное оборудование, у меня уже очень давно, и, собственно, тьфу-тьфу-тьфу, я же не знаю, обо что постучать, ни разу не ломался, вот, и аппарат этот зарегистрирован, как медицинский прибор, да, то есть, без проблем в лицензированном кабинете им можно работать, то есть, они стоят в больницах, они стоят в клиниках, то есть, мустанги в плане электрометодик, это очень хороший вариант, ультразвук, к сожалению, они делают, у них нет таких аппаратов, вот, то есть, ну и, в общем, конечно, по фирмам, там, по, это у каждого свои возможности и возможности клиники, как правило, потому что чаще всего мы не сами себе покупаем оборудование, да, а, в общем, покупает клиника, поэтому никто не знает, на чем придется работать, но если вы приходите в клинику, да, и там стоит оборудование какое-то, которое вы не знаете, то обязательно просите, чтобы вас отправили на обучение по конкретным аппаратам, да, чтобы вы прошли или сертификационный курс какой-то, или чтобы, если там особо не требуют, там те же самые аппараты, ультразвуковые, да, не требуют особо, как вот дополнительной квалификации, да, сертифицированной, ну, например, получать сертификат по работе, там, с таким-то ультразвуковым прибором, да, аппаратом, этого не всегда требуется, достаточно нашей квалификации, которую мы получаем, как говорится, заканчивая свое повышение квалификации медицинской, да, то же самое физиотерапевтической или, например, лазерной терапии, да, свои 72 часа прошли, мы, приятно, на любых аппаратах с лазерной терапией, с низкоэнергетическими лазерами можем работать, вот, но если это, например, высокоэнергетические лазеры, это какие-то аппараты, связанные с РФ, воздействием, то лучше, конечно, чтобы производитель, установивший в салон или в клинику, да, этот аппарат, чтобы он проводил обучение, вот, это тоже важно. Так вот, вернемся к нашим, к нашей теме, да, ультразвуковый пилинг, понятно, да, с крабером работаем только в качестве скрабера, да, так, там еще какой-то вопрос, графе вопросов, а, все, это вот, на этот я уже отвечала, так, значит, скрабер нужен только для ультразвукового пилинга, как подготовка к каким-то процедурам, либо как составляющая часть чистки, кстати, у нас на ютубе лежит по ультразвуковому пилингу видео демонстрации процедуры, то, что я делаю, как бы, можно посмотреть ради интереса, ну, все вы, конечно, делаете ультразвуковый пилинг, ну, мало ли, может, какие-то нюансы вам понравятся в том, что делаю я, и вы дополните свои навыки еще моими или какими-то идеями, вот, то есть, можно посмотреть, там, ролик небольшой такой выложен у нас, эти фоны форес делаются на параметрах уже более высокой частоты, то есть, менее глубокое проникновение, но проникновение в глубокие слои кожи, то есть, это один или три мегагерца, на лице оптимальная частота, это три мегагерца, как раз у алвипраговского аппарата три мегагерца манипула, очень хорошо работать по лицу, нет риска, что будет слишком глубокое воздействие, как, например, при одномегагерцовых, чаще китайских, например, каких-то вариантах встречаются они, соответственно, время воздействия для ультразвукового пилинга, ну, как правило, не превышает 10 минут, для воздействия форезом в области лица, шеи и декольте, если это лицо, шеи и декольте, естественно, область считающей железы, никогда никакими аппаратами мы не работаем в этой зоне, время, как правило, 10-15 минут, максимально 20, вот, ультразвуковая кавитация, это уже воздействие разрушительной силы, соответственно, используется низкочастотный ультразвук, там, как правило, частота 36 или 40 килогерц, вот, манипула очень похожа на манипулу фонофорез, для фонофореза, да, но она крупнее, и здесь очень важно, что, так как мы действительно разрушительную силу ультразвук используем, мы не должны направлять его на внутренние органы, на костные какие-то выступы, на суставы и так далее, поэтому основные ошибки, которые осуществляются при ультразвуковой кавитации, то, что у меня встречалось, да, вот, на просторах тех же самых интернета, да, какие-то видео и так далее, и только видела я, как говорится, когда неправильно работать ультразвуковым, как говорится, процедуру ультразвуковой кавитации делать, нужно брать кожу в складку, да, и направлять манипулуру, исключительно параллельно туловищу, параллельно внутренним органам, каким-то костям, суставам и так далее, то есть нельзя просто вот так вот водить по животу, например, да, или в области бедра, нужно взять кожу в складку и направить ультразвук все-таки через эту складку, некоторые аппараты для ультразвуковой кавитации даже совмещены специально с вакуумным компрессором, да, и затягивают кожу в себя, и после этого только ультразвуковое воздействие начинается, вот так как низкая частота, глубокое проникновение действительно разрушает, и надо это учитывать. Кроме того, так как у нас разрушаются адипоциты и весь разрушенный, как говорится, жир устремляется выводиться через печень, соответственно, печень должна быть а. здоровая, б. не нужно ее дополнительно нагружать, да, и в. нужно, чтобы питьевой режим был налажен у пациента, то есть до процедуры, после процедуры, в течение курса. И, соответственно, низкокалорийная диета должен придерживаться, чтобы опять-таки не спровоцировать повышенную огрузку на печень, которая будет, собственно, заниматься выведением лишнего жира, условно говоря. И такой еще важный момент, ну, понятно, что о противопоказаниях я в конце тоже скажу, вот, но достаточно важный момент, что, во-первых, при кавитации мы достаточно ограниченное количество зон за один раз обрабатываем, опять-таки, чтобы не перегружать печень, и не используем эту процедуру, когда избыточный вес, да, большой, то есть мы используем процедуру то-то звуковой кавитации, так же, как инъекционные липолитики, те же самые, только тогда, когда нам нужно убрать жир из каких-то локализованных мест, то есть так называемых жировых ловушек, это могут быть область трицепса после там, похудения, да, это может быть галифе, те же самые, это может быть жировая складка внизу живота, то есть те моменты, когда нам нужно вот эти вот, то есть человек уже похудел, то есть где-то в жировой ловушке этот жир остался, вот тогда мы можем разрушать там адипоциты, вот, для программ именно похудения используются физические нагрузки, используются там миостимуляции, всякие там МС-программы, да, то есть сочетание электромиостимуляции с физическими нагрузками, диета и все прочее, но не ультразвуковая кавитация. Так, тут вопрос, чем выше ультразвук, тем эффективнее? Нет, чем ниже частота, тем глубже проникновение ультразвука, да, получается, то есть если мы будем, ну вот как я показываю иногда студентам, если мы будем часто-часто, да, стучать, да, то нас, в общем, как говорится, услышат только рядышком где-то, да, под столом, по которому мы стучим, а если мы будем так вот с низкой частотой сильно стучать, то нас сосед с первой этажа услышит, вот, поэтому здесь надо понимать, что для кавитации, для пилинга используется мощный низкочастотный ультразвук, а для фонофореза, где нам нужно неглубокое проникновение, но мы можем расположить манипулу перпендикулярно коже и ультразвук будет проникающим действием обладать, то там используется высокая частота, то есть чем выше частота, тем менее глубоко проникает, чем ниже, тем более глубоко. Вот, для полных девушек лучше выставить, какой параметр. Смотрите, вот я уже об этом сказала, да, наверное, просто чуть раньше вопрос задали, что для полных девушек мы вообще ультразвуковую кавитацию не используем, потому что она не помогает похудеть, она помогает разрушить локально вот эти жировые ловушки, вот эти вот места скопления жира, которые в норме плохо выходят. Более того, если это отечно-фиброзная форма целлюлита с фиброзом, то кавитация вообще противопоказана, то есть там 10 фиброз, там мы кавитацию не делаем. Вот такие вот нюансы. Значит, перейдем к электрическому току. Вот, кстати, параметр этот не регулируется, вот частота, она изначально задается производителем аппарата, то есть она только такая, на такой-то манипуле и есть, да, то есть мы на одной манипуле частоту поменять не можем. Мы можем поменять только частоту импульсов, да, будет, то есть в постоянном режиме или в импульсном режиме, то есть ультразвук работает, то есть такими, как бы, попытаюсь сейчас вам показать, наверное. Вот, вот, Ольга, я поняла вас, скорее всего, то есть там у вас, может быть, на аппарате написано Frequence, да, но это имеется в виду частота именно посылов вот этого звукового, звуковых колебаний. Я вам сейчас попробую это показать, если у меня получится, если увидите, а вы поймете. То есть, сейчас вам покажу. На самом деле, что 35, что если возможно даже ее как-то менять, я, честно говоря, слабо себе представляю, как это технически выполнить, да, то разницы особой в глубине проникновения между 35 и 42 не будет, но теоретически 35 глубже, чем 42. А по поводу Frequence, который на аппаратах иногда вы видите, чтобы выставить так называемую частоту, но это выставляется не частота ультразвука. Сейчас. Вот я, например, сейчас попробую вам показать. Вот у меня идет ультразвук. Да, сейчас посильнее сделаю немножко, чтобы было видно. Сейчас. вот это у меня частота, как бы постоянный режим фактически, то есть максимальная частота. А когда я сделаю импульсный режим, видите, она, водичка, да, тоник, кавитирует, то есть вот это холодное вскипание импульсами. Видно, да? Если я, опять-таки, частоту буду увеличивать самих импульсов, то они все чаще, 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 и, соответственно, пошли в постоянный режим. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли работать, например, с пациентами, например, с куперозом в импульсном режиме. Если у кого нет купероза, сосудистых проблем, близко расположенных сосудов, то можно работать и в постоянном режиме, вводить. Это сделано для того, чтобы предотвратить возникающий в постоянном режиме риск перегрева тканей, потому что ультразвук, он может разогреть ткань, а он, соответственно, если есть какие-то сосудистые проблемы, ее разогревать не должен. Поэтому для пациентов с сосудистыми проблемами тонкой кожи, близко расположенными сосудами рекомендуется импульсный режим, то есть чтобы у нас ультразвук не постоянно шел, эти колебания, да, а если нет каких-то проблем, плотная, толстая кожа, да, мы даже, или там, допустим, мы на спине вводим какие-нибудь препараты, к примеру, нестероидные, противоспалительные, то, конечно, мы работаем в постоянном режиме. Вот. Надеюсь, что что-то было видно через веб-камеру, и это будет какая-то полезная информация для вас. Значит, к электрическому току, да, приходим, потому что времени у нас мало, а информации, к сожалению, много. Вот. Значит, когда мы используем электрический ток для дозанкрустации гальвана фореза или иона фореза, мы используем ток постоянный. Вот. Используются манипулы, ну, честно говоря, у меня от Мустанга манипул сейчас под рукой нет, которые используются для гальваники, но они похожи на те, которые используются для электропорации. Единственное, что для гальваники, как правило, очень удобно использовать манипулу, которая катается как бочоночек. Значит, и здесь основные требования к тому, чтобы соответственно поляризованные были все средства, которые мы используем, то есть они могли дисцировать на ионы, то есть они были на основе воды, то есть фактически водно-солевые, да, растворы, какие-то гели, которые диссоциируют, опять-таки, под воздействием электрического тока на ионы. И те или иные препараты, они могут содержать или преимущественно отрицательно заряженные ионы, да, в результате вот этой реакции диссоциации, либо положительно заряженные. Ну, самый простой пример это диссоциация воды на ион водорода и OH- ион гидроксони, то есть водород заряжен положительно, ион гидроксони заряжен отрицательно, как раз положительно заряженный ион водорода и дает тот самый металлический привкус во рту, который возникает при проведении иона фореза, например, и, соответственно, другие какие-то компоненты тоже в зависимости от своей природы диссоцируют на ионы. Та же самая гиалуроновая кислота имеет преимущественно в средстве, да, косметическом будет преимущественно отрицательно заряжена, больше этих ионов отрицательно заряженных, потому что натрия гиалуронат, вот эти гиалуронатные хвосты, да, они отрицательно заряжены, их больше, а ионы натрия положительно заряженные меньше, да, будет их, поэтому ее вводят с отрицательного полюса, например, то же самое алоэ вера, да, сока алоэ вера, он заряжен биполярно, там приблизительно на одинаковое количество отрицательно-положительно заряженных ионов, поэтому можно с любого полюса вводить, то есть биполярное введение. Так вот, чтобы нам ввести электрическим током какое-то вещество, мы должны знать, какие преобладают заряды при дистанции этих активных веществ, то есть положительные или отрицательные. Как правило, это пишется либо на этикетке, либо в методических указаниях к таким препаратам. С какого полюса вводить, либо, если эти препараты лекарственные, в физиотерапевтических справочниках. Так вот, так как у нас одноименные заряды друг от друга отталкиваются, то есть минус от минуса будет отталкиваться, плюс от плюсов, соответственно, если мы имеем отрицательно заряженный гель, то же самое гиалуроновая кислота и гель-концентрат, то мы будем вводить его с отрицательного полюса. Таким образом, у нас в руке у пациента будет зажат, обернутый в несколько слоев салфетки влажный электрод пассивный, он будет заряжен противоположно тому, что мы хотим вводить, то есть положительно. Например, на саму гиалуроновую кислоту отрицательно заряженную будем вводить отрицательным полюсом. Отрицательные ионы будут отталкиваться от него и проникать в глубокие слои кожи, то есть пытаются стремиться попасть к положительному электроду и попадать в глубокие слои кожи. Конечно, они к другой руке не попадут, пациента, это просто направление тока задается таким образом и вот этих движений ионов. Но помним, что одноименные отталкиваются, соответственно, одинаково заряженные ионы и такого же заряда электрод, то есть отрицательный катод или положительный анод, мы будем использовать для внедрения одноименных ионов. То есть отрицательный с минуса вводим, положительный, если преобладает, значит с плюса. Если биполярный, то можем вводить с любого полюса либо использовать последовательное введение, когда нам неизвестно точно, досконально, какие преобладают, мы можем использовать введение из того и другого полюса, то есть такая методика, в принципе, тоже есть, в косметологии она используется, в физиотерапии, честно говоря, нет. Когда мы сначала обрабатываем кожу с отрицательного полюса, потом дополнительно еще с положительного, тем самым еще нивелируя эффекты, раздражающие воздействие электрода отрицательно заряженного, то есть катода, который обладает возбуждающим действием, и таким образом надеемся на то, что хоть что-то зайдет. Не совсем могу сказать с точки зрения классической физиотерапии, методика прям вот оправдана, но используется довольно-таки часто и, в общем, в принципе, наверное, имеет право на существование. Но лучше бы, конечно, вводить те вещества, в которых есть доказательная какая-то информация, с какого полюса точно их вводить. Значит, используется сила тока в миллиамперном диапазоне для иона фореза и для дезинкрустации. Это воздействие гальваническим током постоянным. Человек у нас чувствует силу тока в виде покалывания, лежения легкого, где-то начиная от полутора миллиампера, от одного миллиампера, зависит от чувствительности, конечно, от порога чувствительности. Но в среднем 2,5 миллиампера все уже чувствуют, и этого достаточно для того, чтобы работать, например, на лице. На теле там больше, конечно, значений будет. Максимальное время обработки кожи, лица, шеи и декольте порядка 20 минут, иногда меньше. И сила тока выставляется по ощущениям пациента. Как только возникли вот эти легкие покалывания, мурашки, не нужно дожидаться жжения и боли, этого не должно быть. Здесь не работает принцип, чем больнее, тем эффективнее. Это надо понимать. Соответственно, как только вот эти мурашки начались, уже мы можем работать. Соответственно, наносим на кожу подготовленную, очищенную, может быть, отпеленгованную энзимной маской, гель по показаниям, да, и обрабатываем кожу, нанеся предварительно на нее вот такую вот масочку или сделав самим, там, например, из таких вот рулончиков из панлейса, да, пропитанную поляризованным тоником. Самый простой вариант пропитывать тоником, самым универсальным с гидролизатом коллагена и алоэ вера, маску, а на лицо уже класть гель по показаниям. Почему мы работаем по маске и почему у нас в несколько слоев салфетки завернуты, ну, пропитаны просто водой, отжаты пассивный электрод? Потому что при воздействии постоянным током возникает у нас реакции химические под электродами. Причем под катодом образуется чаще всего щелочь, да, достаточно интенсивно. Под анодом, соответственно, может образоваться кислота. Катод более такой агрессивный товарищ, помимо того, что он, собственно, возбуждает нервные окончания, расширяет сосуды, разрыхляет эпидермис дополнительно и такое явление, как гидроосмос вызывает, да, то есть наполнение влагой его, да, то есть как бы такую легкую мацерацию, да, может вызвать. Вот, то есть здесь вот эти вот все его возбуждающие эффекты, да, они могут усиливаться, например, препаратами, которые еще на кожу нанесены. Так вот, чтобы вот эта реакция, да, которая там происходит под электродом, да, не обожгла кожу, да, и не повредила ее, обязательно электрод голой кожи касаться не должен никогда. Вот, поэтому всегда, когда мы используем постоянный ток, то есть ионофорез и гальваническая дезинкрустация, мы используем гидрофильную прокладку, то есть пропитанную чем-либо салфеточку, да. Вот, если это используются стационарные электроды, как в физиотерапии, да, там используются такие, как бы, мешочки, да, которые специальной такой ткани, влагонаполняющиеся, да, как вот салфетки, которыми впитывают хорошо влагу, да, со стола, которым убирают вот из такого материала, в основном они делаются, и они, соответственно, пропитываются уже, например, каким-то просто водой, например, да, под нее кладется еще прокладочка с лекарственным средством, вот, или сама она может пропитываться лекарственным средством, если его много нужно, то есть если не жалко, как говорится, вот, обязательно защищаем кожу. Значит, что еще важно, да, если мы делаем ионофорез, да, то мы готовим кожу, наносим на кожу активное вещество, после этого вводим его, опять-таки, по показаниям, атоничная тусклая кожа, берем серию на его, там, жирная кожа, гель-ожирная, обезвоженная, гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, чувствительная кожа, например, можем взять гель-разрелой кожи формулы 1, с алоэ вера 2%, то есть есть разные варианты, по показаниям подбора гелей обязательно пропитываем тоником салфетку, кладем на лицо и дальше так можем работать. Вот, если же мы делаем глюаническую дезинкрустацию, то есть вариант аппаратной чистки, то мы используем тот же самый ток, постоянный, как при ионофорезе, но при этом мы используем два препарата. Это гель для дезинкрустации и лосьон для дезинкрустации. Гелем для дезинкрустации мы выполняем холодное распаривание перед процедурой, заодно, как говорится, он работает еще и как препарат для холодного распаривания, под пленку наносим, ждем 15 минут. Если хотим усилить распаривающий, вот этот разрыхающий эффект, можем перед этим энзимную маску еще сделать, да, энзимный пилинг, но тогда уже не выдерживаем 15 минут дезинкрустанта, а после снятия энзимной маски просто его наносим, кладем уже поверх него вот это и проводим процедуру дезинкрустации. Так вот, чтобы нам сделать дезинкрустацию, то есть реакцию омыления жиров на коже провести, мы берем, соответственно, дезинкрустирующее средство, имеющих щелочной PH, имеющую щелочную PH и обрабатываем сначала по щелочному средству 7 минут с отрицательного полюса, с катода, усиливается вот эта щелочная реакция, плюс триглицериды кожного сала вступают в химическую реакцию с щелочью и получаем на выходе жидкое мыло, да, то есть мы омыляем жиры непосредственно на коже и в порах, да, плюс происходит еще протеолиз белка, то есть белковые отложения всякие, грубо говоря, мертвые кертиноциты тоже разрыхляются, очищаются, и мы их потом можем смыть. Вот, при этом саму салфеточку мы пропитываем лосьоном концентратом, ой, лосьоном дезинкрустации, уже заговариваюсь, вот, и он имеет совершенно идентичный состав с гелем для дезинкрустации, просто жидкую текстуру, то есть нам нужно обязательно пропитать, положить на кожу поверх геля прям вот эту вот салфетку и по нему уже работать 7 минут с минусом. Понятно, да, то есть первый этап дезинкрустации это 7 минут с минуса по щелочному раствору и гелю, да, то есть гель мы использовали в качестве холодного распаривания, пленку сняли, заменили ее на вот эту салфеточку, пропитанную лосьоном дезинкрустации, тоже щелочным, и 7 минут обрабатываем, как говорится, все участки кожи с минуса. После этого мы смываем это все тщательно, да, все остатки геля, остатки вот этих керотиноцитов разрыхленных, отшелушенных, остатки мыла, которое на коже у нас формировалось, все это смыли, да, кожа у нас чистая более-менее, и дальше мы должны восстановить PH обратно в кислую сторону его, сузить поры, убрать вот эту вот излишнюю разрыхленность эпидермиса, которая была вызвана воздействием отрицательного электрода. Для этого мы берем вот такую же салфеточку, только новую, пропитываем чистой, лучше кипяченой водичкой, да, и кладем ее или тоником, например, любым самым простым, и кладем ее опять на кожу, две минуты с плюса обрабатываем уже положительным электродом, то есть меняем полярность или перетыкаем электроды, в руке у нас у пациента тогда получается, остается электрод отрицательный, а уже по коже мы вводим лобильно положительно заряженным электродом, анодом. Понятно, да, то есть гальваническая дезинкрустация – это в целом всего 9 минут, в общем, получается, да, там 9-10 минут, 7 минут с минуса по щелочному средству, потом смываем, потом 2 минуты с плюса по воде, и дальше уже, как говорится, процедура закончена. Мы можем дальше какую-нибудь маску сделать или продолжить процедуру чистки, то есть саму гальваническую дезинкрустацию, то есть разновидность аппаратной чистки мы осуществляем таким образом. Вот, если мы делаем ионафорез, курс процедур у нас, как правило, порядка 10 процедур, когда мы что-то вводим, да, например, нужно ликвидировать обезвоженность, гель-концентрация с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, с минусом вводим ежедневно или через день в течение 10 дней. Это классическая физиотерапия, поэтому золотой стандарт всегда 10, там, 10, 12, от 8 до 12 процедур ежедневных или через день. Соответственно, если мы делаем гальваническую чистку дезинкрустацию, то мы делаем ее по показаниям, да, не чаще, как правило, раза в неделю, но, в общем, чаще всего это делается в рамках какой-то комплексной чистки, опять-таки, не самостоятельная процедура, а этап. Вот, это что касается постоянного тока. Что касается тока, так, секундочку, так, вопросов там вроде нет больше. Вот, если нет вопросов по ионофорезу и дезинкрустации, то перейдем к переменному току, то есть к электропарации. Это высоковольтный ток, ну, чаще всего 100 вольт напряжения у него, как бы в аппаратах, и с различными характеристиками формы тока, с несущей частотой порядка 1200-1300 Гц, ну, чаще всего, да, это такие, как бы, основная масса аппаратов для электропарации имеет такие параметры, и в отличие от ионофореза, при помощи электропарации мы можем более крупную молекулу ввести поглубже в кожу, то есть на уровень базальной мембраны эпидермиса или в дерму. Надо понимать тоже такую вещь, хотя это тоже такая, как бы, один из мифов, да, что можно там, допустим, какие-то антицеллюлитные компоненты ввести прям в жир. Нет, никогда, никакой методикой мы не можем преодолеть, собственно, кожу, да, и ввести глубже что-то, только иглой, да, мы можем в жир что-то ввести, например, или в мышцу. Поэтому при помощи форетических методик основная их задача – преодолеть эпидермальный барьер, да, или преодолеть хотя бы роговой слой и попасть в ростковые слои, да, в активные слои эпидермиса, то есть на уровень, там, зернистого слоя, базальной мембраны эпидермиса, вот, туда внедрить активные компоненты, либо в дерму. Вот, в дерму, конечно, их значительно меньше попадает, но если они туда попадают, иногда этой концентрации вполне достаточно, чтобы оказать, например, какой-то стимулирующий или еще какой-то эффект. Вот, поэтому все форезы, они призваны в глубокие слои кожи доставить компоненты, но ни в коем случае не в гиподерму и не в мышцы, имейте в виду. Вот, электропорация – это такая более мощная форетическая методика в сравнении с ионофорезом. Различные комплексные препараты можно вводить, можно вводить с более крупной величиной молекулы, какие-то компоненты. И здесь используется немножечко другой механизм проникновения, то есть в момент удара током, вот этого вот импульсного, открываются мембраны, так называемые аквапоры, на мембране клеток разворачиваются, вот эти вот головки гидрофильные меняют свое направление и образуется такая пора, через которую попадают активные компоненты в глубокие клетки. То есть мы задействуем не только пути наименьшего сопротивления, но и межклеточный, и черезклеточный путь проникновения активных веществ. Вот таким образом электропорация оказывает хороший форетический эффект и плюс еще воздействует, как я уже вначале говорила, на мимические мышцы, например. Конечно, не как миостимуляция, но немножечко за счет раздражающего действия может и на мимику повлиять немножечко, подтянуть за счет этого само лицо, то есть овал, например, щечки подтянуть чуть-чуть. И именно эффект лифтинга дать. И помимо всего прочего очень хорошо улучшает тон кожи. Вот аппарат у меня здесь тоже есть. Внизу он тут стоит. Сейчас я его попробую, если его видно. Т12, ТЛВ-пракут у меня для электропорации. Вот очень хорошие аппараты, английский БТЛ электропорации. То есть, ну они уже значительно дороже. То есть, в принципе, электропорация, иногда еще называют аквапорация, это довольно-таки интересная процедура. И, соответственно, разница в манипулах, например, может быть, вам встретится такая. Вот у меня, например, здесь манипулы, ну вот этот пассивный электрод, кстати, здесь не обязательно его оборачивать в салфетку, потому что здесь никаких реакций химических не происходит, но по опыту, по-своему могу сказать, что если обернуть салфетку, пациенту комфортнее, потому что эта манипула, она тоже немножко бьется током. Вот. И манипула, например, у Алвипрага, она напоминает манипулу для гальваники, то есть, как бы она не содержит баночки никакой внутри. А более старые поколения аппаратов, они для электропорации, они, как правило, были с баночкой, которую надо было вынуть, промыть, почистить, простерилизовать. И через нее совсем-совсем жидкие препараты только хорошо шли. Здесь можно, в принципе, на кожу нанести гель любой плотности и работать. Вот. Более удобно. Но если у вас аппарат, например, тот же самый БТЛ с ки с баночкой, или, например, предыдущее поколение, по-моему, Алвипрагов тоже были с баночками раньше, вот, или какие-то еще варианты, то если у вас, допустим, гель-концентрат с низкомолегулярной гиалуроновой кислотой тяжело, можно использовать, да, именно в самой баночке. Вы можете нанести его на кожу, а, например, внутри баночки его разбавить тоником. Вот. Потому что все равно внедряться будет, да, то, что лежит на коже. Вот. И так вы немножечко еще и сэкономите этот препарат. Вот. Можно, в принципе, использовать в самой баночке, чтобы ток только проходил какой-то, ну, более недорогой вариант, да, сыворотку, например, интенсив, омоложение, или тот же самый какой-нибудь гель для зрелой кожи, формула-1 немножечко разбавленный, а на кожу уже толстым, хорошим слоем положить гель-концентрат. То есть это вот разница именно в манипулах. Но удобнее, конечно, каябанки нет. Вот. Это что касается электропарации. Ну, курс, понятно, процедур тоже самое. Все зависит от того, используем мы это как эпизодическую какую-то процедуру на выход, или мы используем для того, чтобы внедрить, накопить в коже какие-то активные компоненты. Для больных с куперозом сразаться с осуществительными проблемами электропарацию не используем, равно как и ионфорез, и гальмоническую дзинкрустацию. Вот. Значит, по поводу лазерной терапии, да, низкоэнергетические лазеры, у меня аппарат, сразу скажу, Mustang 2000+, я для этого использую. Опять-таки, есть для лазерной терапии БТЛ-овские аналоги, есть еще различные аппараты, вот, в которых используются низкоэнергетические лазеры. Соответственно, это красный спектр или ближний инфракрасный спектр. Длина волны красного спектра от 625 до 740 нм, инфракрасный более 740. Вот. И здесь мы используем лазер, который называется терапевтическим. То есть, он ничего не выжигает, не работает с пигментацией, не удаляет волосы и так далее. Вот. А это именно стимулирующее воздействие на кожу, на эпидермис, на дерму, на подкожу жировой клетчаткой, частично даже на мышцы. Все зависит от глубины, соответственно, проникновения и силы воздействия. В косметологии чаще всего используется процедура лазерной биоретализации с использованием низкоэнергетических лазеров. У нас есть отдельное подробное видео на эту тему, я не буду очень подробно на этом останавливаться. Сам факт, что воздействие очень комплексное, помимо фореза есть стимуляция именно, то есть, поэтому проявляется антиэйдж-эффект, влияние на морщины, влияние на сосуды, очень хорошее влияние на сосуды, то есть, процедурой выбора для вот таких физиопроцедур для больных с куперозом и розацией, и, собственно, помимо микротоков, микротоков является лазерная терапия. И очень хороша она тогда, когда есть, например, какая-то отечность, постозность, потому что тоже достаточно неплохо снимает отек. Поэтому, если мы, например, не можем пациенту по каким-то причинам проколоть биоретализант или там миостерапию сделать, с гиалуроновой кислотой низкомолекулярной, потому что пациент, например, имеет изначально постозное, отечное лицо такое, может быть, вес избыточный, и биоретализация на нем не будет работать нормально. Мы можем как раз неинвазивную миостерапию использовать, то есть делать лазерную терапию. Неинвазивную миостерапию очень часто называют как лазерную терапию, так и электропорацию, поэтому иногда люди в этом путаются, но надо просто понимать, с каким физическим фактором мы имеем дело, с электрическим током или с лазером. Если с лазером, то можно и при сосудистых проблемах даже хорошо и так далее. Если есть сосудистые проблемы, а неинвазивную миостерапию предлагают путем электропорации, то есть воздействия переменного электрического тока, то тогда, конечно, не стоит это делать. Опять-таки, чтобы был эффект пролонгированным, который длится несколько месяцев, это требуется 10-12 процедур. Считается, что больше 15 делать смысла нет. Наоборот, тогда, как говорится, переизбыточная стимуляция будет, и это не всегда хорошо. Поэтому в среднем делается 10 ежедневных или через день процедур, или 12. Если идут более промежутки между процедурами длительные, более двух дней, то тогда просто увеличится курс действительно до 15 процедур. И повторяются эти курсы как профилактические. Первый раз через 3 месяца в среднем после первого курса, и второй раз где-то через 4-6 месяцев. И, соответственно, потом уже можно раз в год делать такой курс и получать нормальный эффект. Нужно, как правило, лазерную терапию пациентам делать, когда есть тенденция к обезвоженности, когда есть сосудистые проблемы, когда есть склонность к функциональным отекам. И тусклая, тоничная кожа, например, кожа курильщик та же самая. И, естественно, когда нужна реабилитация после каких-то повреждающих процедур или подготовка к ним. Потому что очень сильное воздействие на регенераторную функцию кожи лазерная терапия оказывает. То есть очень быстро все заживает, потому что изначально лазерная терапия, как правило, и используется в медицине для работы с ожогами, с трофическими язвами длительно незаживаемыми, какими-нибудь незаживающими, какими-нибудь шрамами, рубцами, и, как говорится, для ускорения их заживления. То есть когда какие-то дефекты кожи есть, и нужно, чтобы они быстрее регенерировали ткани. Собственно, вот такие у него показания у этого метода. Что касается микротоковой терапии, мы уже там много о ней сказали вначале, но так уже, чтобы, как говорится, обобщить. Микротоковая терапия – это, как я уже говорила, подпороговое воздействие слабой силы тока в микроамперном диапазоне. То есть в идеале человек не чувствует ничего или чувствует особо чувствительное, особо могут легкое-легкое покалывание чувствовать. Используется в среднем сила тока до 500 микроампер, но чаще всего параметры используются еще более низкие, чтобы прямо имитировать импульсы, которые наша нервная система посылает, например, тем же самым мимическим мышцам или гладкой мускулатуре сосудов. Это порядка 60-100 микроампер. Конечно, существуют ситуации, когда пациент просто не доверяет методике, если он вообще ничего не чувствует. Но тогда рекомендуют такую хитрость повысить силу тока до минимально чувствительной и потом немножечко ее все-таки в процессе процедуры уменьшить. Но считается, что до 500-600 микроампер, если воздействие силы тока, это считается микротоковой терапией, все, что выше, это уже все-таки миостимуляция. Частота используется для воздействия на мышцы и на сосуды кровеносные, все вместе, то есть стимулирующие воздействие, и на кожу. Порядка 30 Гц. Для этапа лимфодренажного лучше использовать более высокую частоту, то есть от 80 до 120 Гц. Это такие основные параметры воздействия. Как воздействовать микротоки? У нас тоже, опять-таки, много есть информации на эту тему. У нас будет, ну, регулярно проходят семинары очные в Москве, если у кого есть возможность, приходите. То есть сейчас мы в центре Москвы вообще их проводим, в галерее косметики. Она нам предоставляет свой конференц-зал для этого, потому что у нас, к сожалению, тут транспортная доступность немного изменилась на некоторое время, да, в связи с сокрытием станции метро, и поэтому некоторым даже стало это удобнее, потому что теперь мы проводим наши семинары в центре города. И там я очень, конечно, все это показываю, рассказываю, как это все делается, потому что нужно вспоминать топографическую анатомию мышц лица и шеи, прежде чем разбирать, как мы ставим пробы, чтобы эти мышцы, которые в гипотонусе, простимулировать, а гипертоничные, расслабить. Но основные моменты в том, что мы воздействуем путем вот этого воздействия с слабым током переменным в основном на сосуды, на дерму, на лимфатические сосуды, поэтому очень сильный лимфодренажный эффект, и на мимические мышцы. На мимические мышцы мы воздействуем опосредованно, то есть мышца не сокращается или не активно релаксирует, а мы воздействуем только на тонус миофибрил через сухожильный орган Гольджа, рецепторный аппарат, который существует в месте перехода мышц в сухожилие. Так вот, этот сухожильный орган Гольджа, он улавливает, собственно, вот эти незначительные силы импульсы и подает сигнал мышце либо расслабиться, либо прийти в тонус, то есть быть готовой сократиться, но еще не сократиться. Для этого мы вот эти вот, соответственно, наши манипулы должны, если хотим мышцу расслабить, ставим расходящимися движениями вдоль волокон мышц, то есть ток у нас проходит вдоль волокон мышц, а если мы хотим мышцу, например, скуловую, простимулировать, мы ставим манипулы так, чтобы у нас ток прошел поперек волокон мышц. Вот и вся премудрость. Вот, поэтому мы должны достаточно хорошо знать, где какие мышцы расположены, какие мы должны стимулировать, а какие должны расслаблять. То есть, что касается микротоков, опять-таки, может использоваться как процедура на выход, очень хорошо, экспресс-лифтинг мы ее тоже называем, и очень часто она в прайсах стоит, в салонах в таком виде, да, экспресс-лифтинг на выход и так далее, что-то в этом роде, то есть процедура быстрой красоты. Но эффект лифтинга самого, да, и вот это вот разглаживание кожи будет тогда существовать, ну, максимум, там, 2-4 дня. А если же мы хотим стойкий результат какой-то, опять-таки, это классическая физиотерапия, поэтому 10, а то и 12, и 15 процедур можно, в принципе, сделать ежедневных или через день. Вот, препаратами выбора для них не нужно, так как это не форез, использовать дорогостоящую, допустим, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, потому что ничего особо много мы не введем в кожу при помощи этой методики. Можно взять те гели, которые будут иметь активные компоненты, которые в процессе процедуры будут воздействовать на кожу, там, витамины, например, какие-то, или там, какие-то улучшающие дренаж-компоненты, то есть гель тонизирующие с витаминами АЦЕ и с солью рапаном в составе, или там гель пектиновый, если дополнительно еще у человека пигментация, например, чтобы осветляющие действия получить. А, например, какие-то дорогостоящие сыворотки, которые мы для форезов используем, мы не будем использовать. Фонофорезом можно тоже, да, вводить гиалуроновую кислоту, низкомолекулярную, да, крупную, то есть высокомолекулярную мы никуда не введем, потому что она останется все равно на поверхности кожи. Нет, ультразвук не разрушит молекулу, и как бы на самом деле, даже если молекула подразрушается, это еще больше, как говорится, способствует ее более глубокому проникновению. Фонофорезом вводить на уровень дермы и на уровень глубоких слоев эпидероса можно низкомолекулярную и ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту. То есть из наших препаратов это гель-концентрация с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой и сыворотки 3D-увлажнения с тремя видами гиалуроновой кислоты и интенсив-омоложение с двумя видами, то есть ультра и с высокомолекулярной. При этом, конечно, высокомолекулярную гиалуроновую кислоту на уровень дермы мы ввести никакими аппаратными методиками не сможем, при всем желании, потому что она больше миллиона дальтон размером. Для сравнения, ультрамолекулярная всего лишь от 5 до 20 килодальтон, то есть намного-намного меньше. А здесь будет 1000 килодальтон. Поэтому здесь мы вводим только ультра и низкомолекулярные фракции. И высокомолекулярную мы можем ввести, только набрав ее шприц, и процедура будет называться биоревитализация, классическая, инъекционная. Еще можем гиалуронку, естественно, вводить лазером низкоэнергетическим, электропорацией, всеми форетическими методиками. И ее на форет сделаться с отрицательного полюса. Электромиостимуляция. Тоже вначале про нее немножко поговорили. Естественно, сила тока на лице, опять-таки, до чувствительности, то есть где-то от 2,5 до 3-4 максимума миллиампер. Как правило, нижняя треть только стационарные электроды ставятся, на сколовую зону ставятся электроды. Ну, то есть электромиостимуляция в области лица, в принципе, имеет место, имеет право на существование, даже лобильным электродом ее делают. Но, как я уже говорила, качать мышцы на лице нам смысла особого нет. И лучше для этого использовать все-таки микротоковую терапию. А вот по телу электромиостимуляция уже давно занимает свое достойное место как в физиотерапии, так и в косметологии, потому что, когда мы улучшаем кровоснабжение и стимулируем мышцы, то есть подлежащие какие-то слои, например, на теле, то мы улучшаем состояние гиподермы и кожи над этими мышцами. Поэтому, естественно, там сила тока достаточно большая используется, потому что по телу у нас учтительность немножко другая, нежели на лице. Вот курс процедур до 25 процедур делается, опять-таки с интервалом ежедневно или через день. И за одну процедуру, как говорится, все мышцы мы не обрабатываем, а, допустим, одну-две зоны. Вот, ставятся стационарные электроды на двигательные точки мышц, под это кладется совершенно обычный какой-нибудь униогель, который будет просто проводить ток. И делается сама процедура. После того, как электромиостимуляция уже сделана, можно завершить в программе коррекции фигуры, например, обертывание уже с антицеллюлитными какими-то средствами. Вот, и, собственно, после электромиостимуляции очень хорошо и лимфодренаж сделать, там пресс-терапия или ручной лимфодренаж. И, в общем, в принципе, в программах коррекции фигуры она занимает достаточно такую хорошую позицию. Значит, по поводу РФ-лифтинга. РФ-лифтинг – это у нас процедура, которая использует ток электрический, в радиоволновом диапазоне. И при РФ-лифтинге идет прицельное воздействие на уровень дермы, то есть на мишень ее этого воздействия, этой процедуры – это фибробласты дермы, которые должны под воздействием этого электрического тока в радиоволновом диапазоне вырабатывать структурные белки кожи более интенсивно. Существуют некоторые нюансы и моменты, которые РФ-лифтинг имеет, и, к сожалению, все об этом знают. Очень важно правильно подобрать пациента под РФ-лифтинг. То есть не все вообще методики, которые призваны что-либо подтянуть, показаны всем подряд. То есть надо понимать, что, к сожалению, некоторым пациентам РФ-лифтинг будет бесполезен, так же, как и сфокусированный ультразвук, альтера то же самое, потому что у них, как бы говорится, все показания для вмешательства пластического хирурга. Более того, РФ-лифтинг очень зависит, то есть вообще у неинвазивных методик предсказуемость результата, она гораздо менее прогнозируемая, нежели, например, у той же самой пластической хирургии. Но, естественно, люди стараются до последнего, как говорится, использовать неинвазивные методики, дабы не ложиться под скальпель хирурга и не использовать общий наркоз. Поэтому, да, РФ-лифтинг имеет право на существование, процедура уже достаточно давно применяется, но, во-первых, надо понимать, что должен быть достаточным ресурс фибробластов, чтобы они могли выработать достаточное количество, опять-таки, коллагена и ластина после воздействия такого, потому что тот коллаген и ластин, который не полностью денатурируется в результате воздействия вот этим радиоволновым, как говорится, вот этой методикой, да, радиоволновой, то есть вот этим электрическим током, разогрев дерма произойдет, неполная денатурация произойдет этого белка, но он все равно потом разрушится достаточно быстро, буквально в течение недели. Поэтому надо понимать, что ресурс должен у фибробластов быть достаточно такой, запас мощности, потому что иначе эффект до будет лучше, чем после. И это, как правило, происходит тогда, когда пациент уже достаточно возрастной. То есть считается, что оптимально РФ-лифтингом корректировать какие-то моменты, да, тряблость кожи, когда еще не наступила именно пауза у женщины, то есть где-то в возрасте от 40 до 55 лет он еще будет эффективен, потом уже особо смысла нет. Вот. И, естественно, надо понимать, что какие-то определенные нюансы есть и в самой методике. То есть самый главный нюанс – это нагрев, потому что мы воздействуем на фибробласты путем нагрева, учитывая то, что наибольшим сродством к радиоволне обладает наиболее гидротированная ткань – это дерма. Но по сравнению с более сухим эпидермисом, то у нас ток проходит через эпидермис, не сильно его нагревает, больше нагревается дерма. Более того, подкожно-жировая клетчатка, она тоже, в принципе, достаточно влагонаполнена, но там много соединительной ткани. Она начинает отражать частично вот этот вот электрический ток, и, собственно, все действие аккумулируется посередине, между эпидермисом и гиподермой, то есть в дерме. И таким образом как раз осуществляется стимуляция фибробластов. Плюс еще меняется мембранный потенциал клеток, тоже воздействие с этой точки зрения, и мы получаем в итоге подтяжку кожи, или не получаем. И надо понимать, что если мы перегреем, например, ту же самую дерму до, например, состояния более 53 градусов Цельсия, то там произойдет полная дентурация белка, мы можем получить подкожный рубец в виде осложнений. То есть это получается, что мы там сварим это все, потому что при 60 градусах у нас белок сворачивается. Поэтому надо отдавать предпочтение аппаратам со встроенным датчиком термо, либо иметь инфракрасный термометр, который мы постоянно измеряем температуру в процессе процедуры. И максимальный нагрев эпидермиса 42 градуса. Если мы, правда, не догреем его, то есть будем греть там 36-38 практически температуру тела, то, к сожалению, тоже мы эффекта особо не получим, потому что мы не нагреем дерму до той температуры, при которой стимулируются фибробласты. Вот такие вот нюансы. То есть обязательно мы должны контролировать температуру, то есть 42 градуса в эпидермисе, следовательно 53 уже в дерме. Курс зависит от мощности, от частоты аппарата. То есть на некоторых аппаратах, ну уровня, например, Илмановского ПЛВ 4 МГц, там достаточно двух процедур с интервалом 3 недели, а, например, на каких-то других аналогах, в том же самом ПХ3000 на Малве Праге, надо, допустим, 4 или 6 процедур сделать. На некоторых совсем маломощных китайских аналогах там можно и 10 процедур сделать. Делаются эти процедуры, как правило, раз в 2 недели, 7 дней это маловато, только совсем, может быть, для маломощных, которые более поверхностно как-то действуют. Так, а что значит достаточно, какие результаты ожидать? Достаточно иметь в виду, какой будет лифтинг вообще после этой процедуры. На самом деле у всех разный. Поэтому здесь немножечко уточните вопрос, потому что я не поняла по поводу, чего достаточно, вот вы спрашиваете. Какие результаты ожидаются от рефлифтинга? Что мы можем обещать клиенту? Я поняла. Смотрите, по поводу того, что мы можем обещать клиенту, мы можем обещать подтяжку кожи, но, естественно, не уровня круговой подтяжки у пластического хирурга. То есть уходит дряблость, улучшается цвет лица, естественно, так как воздействие еще дополнительно идет и на сосуды. Уходит дряблость кожи, например, в таких местах, которые после быстрого похудения или после родов возникают. Опять-таки, обещать с точностью до миллиметра мы, к сожалению, с данной процедурой ничего не можем, потому что у всех индивидуальные особенности. И соединительная ткань у всех тоже регенерирует по-разному. Потому что у одних людей после родов возникают растяжки, у кого-то нет, хотя родил двойню. Поэтому здесь прогнозировать, как я уже говорила, неинвазивные методики с такими воздействиями на структуры организма, которые сами еще что-то могут или не могут, тут очень такая тонкая грань на самом деле. Потому что клиентов с завышенными ожиданиями очень много, а процедур, которые могут дать стопроцентно прогнозируемый результат, их вообще практически не существует. В плане безопасности, отсутствия осложнений и так далее, вообще, наверное, нет таких процедур, которые абсолютно безопасны и без осложнений. А в плане результата именно что получится, наверное, более-менее спрогнозировать результат может только пластический хирург, который знает, сколько он кожи уберет, куда подошьет и как подтянет. Во всех остальных случаях все зависит на 80% от индивидуальной особенности, насколько активны, например, те же самые фибробласты, насколько хорошо, как говорится, регенерирует кожа, насколько быстро она обновляется и так далее и тому подобное. Поэтому здесь очень сложно что-то конкретное обещать. Поэтому надо с очень большой осторожностью, используя процедуры с таким сложно прогнозируемым результатом, что-то обещать. Потому что бум такой сейчас был по поводу альтеры, например, сфокусированный ультразвук того же самого, и считали поначалу, что это прям будет замена пластической хирургии, но, к сожалению, ничего не вышло. И, в общем, результаты также сложно прогнозировать, как и при других каких-то воздействиях, которые не предполагают вмешательства хирургического. Поэтому надо с пациентом как-то более деликатно разговаривать, чтобы он понимал, что от индивидуальных особенностей тоже зависит много. Надо обязательно делать фото до и после, рекомендую, потому что иногда пациенты сами себя очень неадекватно оценивают, как в худшую, так и в лучшую сторону, чаще в худшую. Им все кажется, что вообще все плохо, а там может все совсем и неплохо. Но на фото, особенно адекватно, без фильтров, то есть хорошо сделанных, они сами могут себя, скажем так, более трезво оценить. И это вас может избавить от каких-то претензий, что, например, после стало хуже или после, например, ничего не произошло, а на самом деле произошло. Поэтому вот такой момент. Значит, по РФ разновидности технологий всяких бывают монополярные, когда два электрода, там антенна подкладывается под тело пациента, там под попу, под спину и так далее, и одним электродом мы работаем. Биполярные электроды – это когда у нас в манипулу встроены и пассивный активный электрод. Мультиполярные – это когда в манипулу встроено несколько пар вот этих вот последовательно включающихся электродов и глубина проникновения, собственно, радиоволнового вот этого фактора будет равна половинке расстояния между этими электродами. Мультиполярная конструкция от биполярной отличается только тем, что там больше этих пар электродов, но работают они все не одновременно, а последовательно. Ну и есть разновидность еще инвазивного, полуинвазивного такого воздействия, это когда радиолифтинг совмещен еще с проколами либо изолированными иглами, и сам фактор будет воздействовать только на нижнюю часть, куда попала иголочка, в дерму. Либо по всей длине иглы, как говорится, будет проходить электрический ток, плюс само повреждение, в общем, там еще подтяжка за счет регенерации тканей вследствие повреждения, да, вот этого будет возникать. И, в принципе, вот и все виды, да. То есть, как правило, по лицу работают либо би, либо мультиполярным датчиком, да, либо это монополярные аппараты, которые, кстати, одни из самых мощных. Вот, ну там надо быть осторожны в плане того, чтобы опять-таки не перегреть и не навредить. Вот, по поводу РФ, наверное, ну все, наверное, то, что я хотела пока сказать, такое кратко. Напомню еще раз общие противопоказания ко всем аппаратным процедурам, они, в принципе, практически там с небольшими отклонениями, с небольшими отклонениями, да, идентичны. То есть, на первом месте это онкология, это какие-то образования, особенно в соне воздействия, которые имеют неясную природу, и особенно которые имеют склонность к росту. Это беременность, конечно же, это различные хронические тяжелые заболевания соединительной ткани, инфекционные заболевания, как в остром, так и в хроническом варианте, да, как бы, это наличие, понятно, что кардиостимулятора, естественно, каких-то металлических имплантов в зоне обработки, например, золотых нитей. Что касается зубных дентальных имплантов, то для электрометодик, ионофорез и электропорация, они являются, ну, фактически противопоказаниями, потому что, ну, изолировать их, например, не всегда представляется возможным. Можно, конечно, например, импланты нижней части, заизолировать специальной капой или сухим ватным диском, или турундой, свернутой, как бы, для того, чтобы в этой зоне поработать, сделать, например, ионофорез, или, там, например, когда по медицинским показаниям это делается, но во всех остальных случаях, в принципе, мучиться с вот этими пропитанными слюной турундами, для того, чтобы ввести гиалуронную кислоту в кожу, особого смысла нет, да, лучше там тот же самый ультразвуковой метод для этого использовать. Вот, для ультразвука не мешают дентальные импланты, для лазеротерапии тоже не мешают дентальные импланты, не изолировать их, в общем-то, не надо, и, в общем, особо о них беспокоиться. Почему при постоянном токе дентальные импланты являются противоказанием? Потому что вот этот электрический ток, особенно в миллиамперном диапазоне, он может разогреть сам имплант в кости, вокруг него произойдет резорп с этой кости, да, и он может выпасть в итоге, или расшататься. Поэтому использование постоянного тока в миллиамперном диапазоне и переменного тока в миллиамперном диапазоне не рекомендуется в зоне постановки дентальных имплантов. Что касается микротоковой терапии, там достаточно поверхностное воздействие, не разогревает эти импульсы металлические конструкции в челюсти, да, то есть дентальные импланты. Поэтому микротоки, в принципе, делать можно. Вот, применение системных ретиноидов и какие-то проблемы с болевой чувствительностью для РФ лифтинга являются противопоказанием. В случае системных ретиноидов, потому что может быть неадекватная реакция соединительной ткани, да, и в случае каких-то неврологических проблем, естественно, потому что пациент должен все-таки и сам тоже контролировать степень воздействия. Если у нас вдруг отказал термодатчик, он должен все-таки сказать, ой, если ему горячо, ну так банально, да. Вот, и, ну и кроме того, конечно, если это какая-то неврологическая патология, это уже вообще противопоказание для использования всех аппаратных методик в рамках эстетической медицины. Вот, соответственно, тяжелые какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной, тоже являются противопоказаниями для использования аппаратных методик в рамках эстетической медицины, но, как бы, чаще всего не являются для использования тех же, порой, методик физиотерапии в рамках профильных ЛПУ, надо иметь это в виду, что не всегда совпадают эти противопоказания, но для косметологов, врачей-косметологов, работающих с аппаратами, противопоказаний действительно побольше, нежели для физиотерапевтов, работающих с теми же аппаратами по медицинским показаниям. По поводу уже под конец, обещала вам базовые протоколы дать. Протоколы на самом деле все универсальные, которые используются в аппаратных методиках. Это всегда поверхностное очищение, то есть это использование геля, например, очищающего нашего, который все прекрасно, кто с нами работает, знает все его достоинства, то, что он на кокоглюкозиде не содержит ни лаурет, ни лаурилсульфата, очень мягко очищает кожу, в том числе можно снимать макияж с глаз. Очистили гелем, можно использовать новую нашу пеночку прекрасную, вот эту, которая вышла, новиночка, очень приятная. Ну, ее, так как это линия хомки, чаще покупают, конечно, домой, но в кабинете тоже можно использовать. Вот, кстати, тоже не содержит лаурет, лаурилсульфата, там другие павы, ТЛКЛ глутамат, тоже кокоглюкозид, и, в общем, в принципе, тоже мягенькая. Ну, чуть-чуть, может быть, пожестче, чем очищающий гель. Умыли, много парабенов, нет, немного парабенов, взяли, что много парабенов, меньше 1% используется, то и чаще даже меньше, там, десятые доли процентов иногда используется, сотые доли процентов. Могу сказать, почему используются парабены, да, действительно, гельтек использует парабены, потому что, да, клиенты, может быть, боятся, но клиентам, как говорится, можно это объяснить. Либо пусть они адекватную литературу относительно парабенов почитают, а не какие-то там формы каких-нибудь безумных товарищей, озабоченных каким-нибудь эко-продукцией, да, так называемой. Смотрите, с парабенами у нас, да, 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 война, на самом деле, это, Нина, не развернута сейчас, эта война уже давно закончилась, просто какие-то отголоски, наверное, этой войны существуют где-то в просторах интернета, потому что уже давным-давно доказано, что парабены – это самые безопасные, самые проверенные уже десятилетиями и самые эффективные консерванты, которыми консервируются и пищевые продукты, и внутримышечные и внутривенные препараты, да, инъекционы, то есть в основном все консервируется в основном парабенами, частично феноксиэтанолом, есть еще несколько консервантов, которые действительно адекватно консервируют препараты, чтобы там не образовывались микробы и плесень, да, то есть как бы консервант – задача в течение всего срока годности и срока годности после открытия, когда уже обсеменяется, в общем, самим клиентам, да, средства зачастую, чтобы эта косметика или этот лекарственный препарат выдержал вот этот весь срок эксплуатации и там не стал питательной средой для бактерий. Вот. Чем, как говорится, чревата была война? Да, спасибо. Да, я вот тоже детям использую. Ну, вообще многие используют даже грудничкам. У меня уже далеко не груднички, но все используют гель очищающий, очень любят. И, кстати, в последнее время полюбили пенку. На самом деле парабены запустили эту утку в свое время. У меня где-то есть даже вебинар на тему мифы и легенды косметологии, там я об этом подробно говорю, что парабены опасны. В общем-то, производители других каких-то новомодных консервантов, которые хотели продвинуть на рынок, да, и заказали, можно сказать, вот эту вот утку, небезызвестный Филиппе Дарбер, которая заявила, что в каких-то биоптатах из молочной железы обнаружила парабены якобы из дезодорантов туда пришедших. Вот. В итоге, когда серьезные научные исследователи, институты и компании провели свое независимое исследование и, в общем, вызвали ее на суд, оказалось, что этих 18 стекол, которые она упоминала, вообще в природе не существует, то есть их так и не нашли. Вот. Ну да. На самом деле, уже давно доказано, что парабены – это одни из самых безопасных консервантов. Понятно, что у любого консерванта существует безопасная концентрация. Естественно, если мы… И те же самые парабены существуют даже в природе, да, те же самые ягоды, там, клюква и так далее, они все содержат парабены в своем составе. То есть это естественные консерванты. И химические аналоги, которые используются, да, они ничем, собственно, особо не опаснее. Другое дело, понятно, что если концентрированный раствор там на кожу нанести, может быть, и будет раздражение, да, или того же феноксиэтанола. А если это в разрешенных концентрациях, а, естественно, у нас используется все в разрешенных, более того, Гильтек – это компания, ну, фактически, международная, потому что мы продаемся в Европе, и там очень строгие правила для того, чтобы сертифицировать препарат на европейский рынок. И мы все это прошли уже давно, и спокойно продаемся на территории Европы. Да, у нас дистрибьюторы и в Чехословакии, и в Чехии, и в Прибалтике, то есть в Румынии. Как бы Гильтек достаточно как бы уже распространен за границей, и никогда проблем никаких особо не было с этим. Вот, потому что европейское полностью сырье, проверенные все консерванты, рабочая концентрация активных ингредиентов, в общем-то, все вот эти параметры мы выполняем. Поэтому парабенов пусть не боятся, пусть почитают исследования, допустим, на Пабмеде, РПКИ какие-нибудь там, плацебо-контролируемые и так далее, что на тему парабенов еще было написано в начале века 20-го, и уже тогда, по-моему, особо их никто не боялся. Вот, на самом деле мифов много, но наше дело их периодически развеивать, и адекватно применять все, что мы применяем. Нет ничего такого, что не имело бы какой-то, допустим, потенциальной аллергенности или еще чего-то. На самом деле не парабены, самые активные аллергены в средствах, косметических или в препаратах каких-то, а, например, отдушки. Вот, например, поэтому гейтек не использует активные отдушки, используют их очень мало, некоторые даже жалуют, что наши тоники не очень хорошо пахнут, почему они не пахнут так вкусно, как, например, в какой-нибудь ифраше. Но вот именно поэтому, чтобы оставаться гипоаллергенной маркой. Вот, значит, по поводу протокола. Очищаем поверхностно, да, умываем. Потом мы готовим кожу перед аппаратными процедурами, а особенно перед форезами, да, но и перед теми же самыми микротоками очень хорошо. Сделать легкий пилинг, потому что чем лучше мы уберем гиперкератоз, тем лучше будет физический фактор проходить в глубокий слайк коже. Так вот, если мы делаем курсом процедуры, да, 10-15 процедур, естественно, мы энзимную пектиновую маску не будем перед каждой процедурой делать, а будем там на первую, пятую, десятую процедуру, например, делать, пятнадцатую. Вот, а, естественно, когда мы делаем первый раз, очень хорошо сделать холодное распаривание, даже лютразвуком почистили, сделать энзимную пектиновую маску, самый прекрасный вариант, массаж, например, по ней. Вот, а дальше уже протонизировать кожу и приступить к самой аппаратной методике, то есть нанести гель по показаниям, то есть в зависимости от того, что мы хотим получить, в зависимости от состава геля или сыворотки, которую мы хотим вводить. Можем зонально, можем послойно даже наносить, то есть гельтековские препараты, они все друг с другом сочетаются, то есть мы можем на разные зоны лица разный препарат, например, или один на другой. Там сначала сыворотку, потом гель, да, и все вместе они будут работать и внедряться. Вот, провести саму процедуру, да, если это, например, стимулирующие процедуры а-ля микротоковой терапии, да, или РФ-лифтинг, то тогда лучше использовать что-то, то, что не слишком дорогое, да, но в то же время, например, та же самая микротоковая терапия длится минут 40, и мы поэтому будем использовать, естественно, не какой-нибудь там гель-пустышку, да, а мы будем использовать гель, который содержит активный компонент, который эти 40 минут в виде маски будет лежать на лице и воздействовать позитивно на кожу. Вот, поэтому я люблю пектиновые тонизирующие для микротоков использовать. Можно делать, в принципе, микротоки по любому гелю. Если у вас нет тонизирующего, например, а есть гель для сухой нормальной кожи Нео, один из самых шикарных наших гелей, если по сомальным дегидрокерцетинам, с венотониками, со всякими стимулирующими экстрактами в составе, арника, плющ, бузина, постельницы, лекарственная, мальва, огурец и так далее, вот, то, в принципе, мы можем и по нему сделать. Вот, очень приятно, что есть большой ассортимент наш, как бы, и действительно гель-тек хорош тем, что это очень такая творческая марка, мы можем комбинировать, мы можем по-всякому, в зависимости от показаний, от динамики, да, как у нас пациент там дальше идет, да, мы можем добавлять и так далее. Вот, собственно, микротоки можно, в принципе, по любому гелю делать, а уже, как говорится, там смотрим целесообразность и наличие, да, чего у нас есть. Вот, значит, так, поступил вопрос, а, были какие-то, я так понимаю, была аллергия на какой-то из наших гелей, или нет? Или, а, лечили последствия аллергии у человека при помощи наших гелей, так я поняла? Вот, а, понятно, а то я уж испугалась. На самом деле, аллергия, конечно, может быть и на наши гели, но в вашем случае, видите, вы наоборот, на наших гелях лечили последствия аллергии. Это случается значительно чаще, да, у нас есть и регенерирующие гели, которые и гели для, специально для аллергиков, предназначенные как увлажняющий гель плюс, да, с которым только гиалуронка и алоэ, больше ничего, да, и фукагель. Вот, а с другой стороны, и на наши препараты может быть реакция. Самый интересный такой в этом плане препарат – это антикуперозный гель. Он очень-очень сильный, как венотоник, да, то есть в нем все существующие вазопротекторы, конский каштан, листья красного винограда, троксирутин, как в троксивозине, и витамин С, и никотиновая кислота, плюс еще дмайя, который дает лифтинг, но вот как раз никотиновая кислота, она и может вызывать иногда у некоторых людей с гиперчувствительностью к ней, хоть она там в очень маленькой дозировке, именно такой подпороговый стимулирующий, может вызывать локальные покраснения, которые там проходят в течение нескольких часов. И некоторые, кто, ну, не знает, как им пользоваться, то есть что нужно аллергопробы проводить, да, попользоваться на участке кожи несколько раз, только потом на все лицо наносить, или в процедурах использовать. Иногда на антикуперозный гель получают вот эту реакцию на никотиновую кислоту. Но мы обычно всегда предупреждаем во всех наших видео, семинарах, в каких-то статьях и так далее, все время пишем, что вот проведите пробу на чувствительность, если собираетесь использовать антикуперозный гель. Так вообще он очень активный. Так вот, значит, в процедуре мы делаем саму процедуру, да, потом, если нужно, снимаем остатки препарата с кожи, да, если не нужно, впитываем их в кожу, и дальше уже мы, как правило, наносим какую-то маску, можно любые наши сыворотки, интенсив омоложение, миорелакс с аргирелином, с миорелаксантом, 3D-увлажнение, у кого чувствительная обезвоженная кожа, да, допустим, актив лифтинг, можно наносить под альгинатные маски, под любые, да, у нас, кстати, гельтек очень хорошо сочетается с другими марками, и, к сожалению, в гельтеке альгинатов нет, прекрасно используем других марок. Вот, и, а также мы можем делать маску, допустим, гелевую, ако-удовольствие. У нас есть маска, которая, например, после рифлифтинга очень хороша, которая наносится толстым слоем на... Сейчас, если она у меня тут есть, может быть, даже я ее смогу показать, вот она, да, если вдруг кто не знает, у нас есть маска ако-удовольствие, которая имитирует гидрогелевое покрытие, да, то есть, если мы ее нанесем, да, вот, я всегда вот так показываю, она очень-очень густая такая прям, мы ее наносим толстым-толстым слоем, то есть, где-то миллиметр-полтора толщиной, чтобы она лежала на лице, как гидрогелевый пэтч такой большой, и она 20 минут лежит на коже, очень хорошо восстанавливает тон, цвет лица, немножечко охлаждающим таким эффектом обладает, поэтому вот как раз после РЭФ ее хорошо, вот, и очень хорошо ее использовать дома, то есть, такие эпизодические процедуры, когда пациенты себе делают энзимную маску, например, после нее, смыв ее ако-удовольствие, потом сняли, сыворотку несли, крем, такой прям почти салонный уход, вот, но для кабинетных процедур, для завершения, я очень люблю два наших препарата, это гель для сухой нормальной кожи Нео, и лосьон-концентрат Нео, то есть, лосьон-концентрат, он жидкий, содержит липосомальный дегидрокверцитин в концентрации 10%, и различные еще стимулирующие вазопротекторные компоненты, а гель для сухой нормальной кожи Нео, он содержит практически все то же самое, но это гель, и как бы немножечко поменьше, там дегидрокверцитина, и сбалансированная такая гелевая база, и если мы используем вот эту хитрость, у нас есть где-то на просторах Ютуба тоже видео, называется процедура суперовлажнения, я вот там как раз в конце ее показываю, очень косметологи наши любят эту маску, я люблю, потому что она дает эффект фарфоровой кожи такой, то есть, ровный тон, сосудики сужаются, очень такой прям беленькая нежная ричика получается, и очень хорошо как завершающий использовать, такую успокаивающую маску, то есть, мы берем гель для сухой нормальной кожи Нео, наносим на лицо, кладем вот такую масочку, пропитываем ее кисточкой, лосьоном, концентратом Нео, и закрываем махровым полотенчиком сверху на 15 минут в среднем, можно в принципе и 20 подержать, потом, когда мы ее снимаем, уже ничего смывать не нужно, можем прямо остатками этой маски снять, если где-то не впитался гель, и наносим уже финальное средство, совершенно шикарный результат получается, тоже можно взять на вооружение, ну и если интересно, посмотреть на Ютубе, где ее очень пока, вот Людмила тоже пишет, что любит, Людмила написала, что клиентка с куперозом прошла 4-х косметологов, отчаялась, и противокуперозные, наш антикуперозный гель, генерирующий ее восстановили, нам очень приятно читать такие отзывы, конечно, мы над этим и работаем, вот стараемся, какие-то новинки выпускать, интересные, вот пробиоскин тот же самый, как раз тоже для пациентов с таким, как говорится, раздраем на коже, то есть, когда все разбалансировано, особенно после топических или системных ретиноидов, после антибиотиков, когда пациенты с совершенно неадекватной реактивностью кожи, очень хорошо про и пребиотики работают, поэтому для таких пациентов очень хорошо пойдет наша новинка пробиоскин, имейте в виду, вот если кто еще не пробовал. Значит, для завершения соответственно процедуры мы наносим финальные средства, у нас помимо нашего всем известного и любимого крема увлажняющего, легенького и имеющего SPF 10 появились еще средства, которые можно использовать в качестве финальных, в линии Home Care у нас появился антиоксидантный коктейль Vitamatrix, это на самом деле крем, очень легкий тоже, но как раз спорный, как ни странно, несмотря на то, что тоже легкая текстура, его очень полюбили пациенты с кожей склонной к сухости, больше чем увлажняющий, то есть увлажняющий для них суховат, а вот Vitamatrix для них очень хорошо. И как бы основная его фишка, если можно так сказать, Vitamatrix, помимо того, что там витамины в стабильной форме, вот с витамином С, аскорбилоглюкозид, там как раз на самом деле состав очень интересный, там и матрикин, матриксил присутствует в составе, и там, сейчас хотела вам показать, если у меня тут есть, по текстуре, фукагель там находится, то есть масло сладкого миндаля, то есть такой как бы легенький кремчик. Вот, и самое интересное, то, что в нем как раз есть светоотражающие частички, которые сразу придают такое сияние кожи. Вот, есть вопрос для подростков, какой крем для комбинирования. На самом деле для подростков я чаще всего кремы редко рекомендую, хотя увлажняющие обычно всем подходят, если нужно от солнца какая-то минимальная защита, то можно его использовать. Вот, ничего страшного. А так вообще подросткам для тех, у кого нет проблем с прыщами там и со всеми делами такими подобными, очень хорошо работает увлажняющий гель, плюс, который называется, то есть это реинкарнация нашего увлажняющего геля улучшенная с гиалуронкой, алоей и фукагелем в составе. То есть он и как пребиотик работает, фукагель, гиалуроновая кислота высокомолекулярно увлажняет, алое снимает чувствительность, если она повышена, например, вообще успокаивает. И иммуностимулирующим действием обладает. И этого, в принципе, вполне достаточно. Очень хорошая текстура. И нет жира, да, то есть нет риска, что забьет поры. А как бы для все-таки проблемной кожи демотен. Вот. Если солнце активное, например, или вы делаете пилинги какие-то, то у нас прекрасно совершенно появился, кто вдруг не знает, мультипротектор SPF 50, но летом уже многие, наверное, его попробовали, довольны. Мультипротектор SPF 50 Oil Free. Да, у него самые безопасные, самые современные уфофильтры в составе, диоксид титана в наноформе, который не выбеливает кожу. Сейчас попробую даже показать. Да, вот когда мы его наносим, да, казалось бы 50+, должен сразу выбелить кожу. Да, и я вам сейчас вот нанесу. Мало того, что он не выбеливает, не знаю, как сфокусируется ли камера, вот, так он еще и не жирнит ее, потому что все вот такие вот аналогичные, с высоким уровнем защиты, солнцезащитные средства, даже предназначенные для лица, они очень сильно дают жирность, такую пленкообразные такие все, вот, аптечные, а уж о дешевых я вообще молчу. Но, как бы, здесь у нас технологи-химики поработали очень интенсивно и удачно. И он не жирнит кожу, он ойл-фри, там нет вообще масел в составе, то есть очень такая интересная штука. Ну, вот как раз сейчас очень хорошо, кто делает пилинги, иметь в составе постпилингового набора, гелендсифрегенерацию и вот мультипротектор SPF 50+. Ну, соответственно, аппаратные процедуры мы, как правило, ну, сейчас, в этом сезоне нам 50+, не нужно, достаточно SPF 10 в увлажняющем креме или вообще без него, если процедура в вечернее время делается. В общем, для неповреждающих процедур ориентируемся на индекс инсоляции, то есть на уфоиндекс прогноз погоды. Вот, для проблемной кожи, естественно, мы используем чаще всего или отравматичные чистки протокол, да, или там уже, когда нет активных высыпаний, какие-то аппаратные чистки можем добавлять в протоколы. И стандартная чистка – это для макияжа холодное распаривание на дезинкрустирующих гелях или на комбинации энзимной маски, например, а потом уже дезинкрустирующий гель, если мы хотим сделать аппаратную методику какую-то. А если мы не делаем аппаратную чистку, то нам достаточно энзимной пектиновой маски, только в случае проблемной кожи или слишком закупоренных форм мы под пленку ее используем, да, не массаж по ней делаем влажными руками, как перед всякими антиэйдж или увлажняющими процедурами, а уже используем ее как классическое холодное распаривание, как классический такой энзимный пилинг, по факту энзимно-фруктовый, потому что там еще 5% молочной кислоты в нем. И после этого можем либо механическую чистку сделать, либо сделать сатравматичную, то есть снять энзимный пилинг, нанести поросужившую маску, там можем дарсонвалем потом обработать, ну то есть такой вот классический протокол. И в качестве завершающих средств для проблемной кожи мы, как правило, используем или гель Демотен, или можно использовать увлажняющий крем, потому что он очень некомедогенный, очень легкий, в принципе, даже проблемную кожу, если нужно SPF 10, мы им можем закрывать. Специально вставила сюда протокол для проблемной кожи, потому что, да, вебинар будет, мы сейчас уже как бы заканчиваем, и он будет выложен через буквально там какое-то время незначительное в Ютубе. На всякий случай, как говорится, проверяйте почту, потому что ссылка на запись придет вам автоматом на почту всем участникам. Вот. И там же как раз, соответственно, можно будет тоже просмотреть. Ну и на Ютуб его выложат. Соответственно, помните, что кодовое слово у нас было хитрое в начале, которое дает 10% скидку на всю продукцию участникам нашего вебинара. Вот. И, соответственно, как бы можете им пользоваться в течение недели. Значит, домашний уход за проблемной кожей, он включает мягкое очищение, два тоника оптимальные для проблемной кожи, для жирной проблемной кожи с сиборегуляторами и с ахокислотами. Ну, как правило, с ахокислотами вечером используем. Сыворотка стопокнеса золоиновой кислотой это уже как часть лечения. Либо, если дерматологам назначено какое-то еще дополнительное лечение, то используются уже лечебные препараты, да, после тоника. А уже после лечебных препаратов, коим является либо стопокнес, либо что-то назначенное дерматологом, мы используем уже или увлажняющий крем, или демотен, да, или, если очень нужна хорошая защита, то мультипротекторол фри. Вечером то же самое, кожа очищается, соответственно, очищающим гелем, используется тоник, используется лекарственное средство какое-то или стопокне, или какие-то назначенные дерматологом препараты, и вечером хорошо использовать пектиновый гель, который подкисляет среду на коже, который еще дополнительно антипигментным действием, профилактикой закупоривания пор обладает как бы профилактическим действием, и поэтому очень хорошо его наносить на ночь. Соответственно, один-два раза в неделю для проблемной кожи мы делаем энзимную пектиновую маску, после нее можно поросуживающую делать маску, и таким образом регулируем гиперкератоз, чтобы у нас не образовывалось избыточное количество роговейших чешуек. Дальше мы, если вдруг нам нужно подстимулировать регенерацию, можем добавить гелинтенсив регенерацию с депантенолом и бета-глюканом, которые все очень хорошо знают, как один из самых мощных репарантов, вообще существующих на рынке. Можно под финальные средства, под дематен, под пектиновый гель, использовать маски с ультрамолекулярными фракциями гиалуроновой кислоты, если кожа обезвожена. Если кожа обезвожена и гиперчувствительно, то лучше предпочесть 3D-увлажнение, если просто обезвожено, то достаточно интенсив омоложения. И такой уход очень важен и сочетается с любым лечением, назначенным дерматологом, потому что если пациент будет неправильно ухаживать за кожей, даже при адекватно назначенном лечении, к сожалению, лечение будет очень-очень длительным и не всегда эффективным, потому что использовать дорогостоящие и действительно хорошие какие-то препараты лечебные, при этом закрывать их детским кремом или вазелином или невеи синебанки, конечно, не ведет к быстрому достижению ремиссии, к сожалению. И домашний уход для, как говорится, людей, не имеющих проблемную кожу, он, опять-таки, тоже заключается в использовании мягкого очищающего средства геля, потом тоники, любые, с гидрозатом коллагена для чувствительной, с гиалуроновой кислотой для обезвоживания для сухой кожи, лосьон констататнео можно использовать как тоник для возрастных пациентов, для пациентов. Я очень люблю, например, лосьон констататнео с липосомальным дигидрокверцитином, так как он жидкий, его можно нанести на ватку, использовать после очищения кожи, и, соответственно, очень хорошо тоже восстанавливает тон кожи, улучшает состояние сосудов, микроциркуляцию улучшает, поэтому лосьон констатнео это такой, как бы, можно сказать, премиум тоник для возрастных нас. И, соответственно, тоже для тоничной тусклой кожи, для курильщиков, не курильщиков, но, как говорится, тусклокожих из-за того, что по 12 часов в день работают в полуподвальном помещении, можно не курить, а иметь кожу курильщика при таком раскладе. И лосьон констатнео как раз хорош для такой вот тоничной тусклой кожи в качестве тоника. Потом наносятся сыворотки по показаниям, кому лифтинг, кому миорелаксация, кому гиалуронка ультразумолекулярная, то есть это уже смотрим, что по показаниям, и дальше используется крем или там увлажняющий, или там матрикс, например, или, например, если, как говорится, кожа жирная, можно использовать гель для жирной кожи, например, тот же самый демотендер по профилактике воспаления, если к ним склонны. На область вокруг глаз очень рекомендую наш новый крем-сыворотку с эффектом лифтинга для век. Вот, вот, она как раз прям вот то, что надо, как говорится, вышел крем. Наконец-то у нас, потому что был только противотечный гель всегда, и вот в этом году вышел очень хороший крем. Сейчас, секундочку. Вот, и, соответственно, мы утром наносим солнцезащиту в зависимости от УФ-индекса, увлажняющий крем, либо там не нужна солнцезащита, если УФ-индекс меньше двух, там, трех, то он может Витаматрикс использовать в качестве дневного средства. И, точно так же, вечером мы очищаем кожу, тонизируем, наносим сыворотки, если они нужны, и наносим крем, если он нужен, опять-таки, при сухой, нормальной коже, питательной можем нанести, а если кожа комбинированная или жирная, то, как правило, вечером крем нам не нужен, достаточно крема в области вокруг глаз использовать, а уже, как говорится, на все лицо использовать только сыворотки или гели. Еще такая хитрость небольшая есть, кто досидел до конца семинара узнает, что крем-сыворотку для кожи вокруг глаз, которая предназначена, то есть для век, его можно использовать еще и как ночной крем на всю зону лица и шеи. Тоже очень хорошо эффективно воздействует, кофеин улучшает микроцессу,